Это конференция записывается, сказал нам Zoom. Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем сегодня нашу встречу с замечательным человеком. Это Андрей Бракаренко, сооснователь, руководитель стратегии развития компании, обеспечивает взаимодействие подразделений и он нам сегодня представляет новый для нас относительно продукт, хотя ничего нового в мире нет, потому что это новое будет. Андрей имеет профильное образование и большой практический опыт в сфере транспортных технологий. Я хочу упомянуть, что речь идет не только о транспортных, но и о других технологиях, о которых вы уже спрашивали. Закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, специальность инженер-электроник в области автомобильной электроники. В настоящий момент Андрей активно занимается разработкой и внедрением в учебный процесс инновационных систем обучения. Среди приоритетов электронное обучение автомобильных механиков, диагностов, метатроников, электриков без отрыва от производства. Дорогие коллеги, сегодня актуальность из-за коронавируса выросла не только к электронному дистанционному образованию и применению дистанционных образовательных технологий. Актуальность еще и в том, что мы не можем попасть в те мастерские, те классы, места проведения практик, где могли раньше обучать наших специалистов инженерно-технического профиля. Я надеюсь, вы эту актуальность почувствовали, оцените. И я попрошу вас запишут вопросы, у нас потом будет дискуссия. Итак, Андрей, вам слово. Слушаем. Спасибо. Добрый день, Юрий. Добрый день, коллеги. Рад вас видеть, что нашли время и возможность присоединиться к нашей конференции. Собственно, на сегодняшний день насыщенные проблемы, связанные как раз таки с тем, что мы были вынуждены протестировать, попробовать электронные средства обучения, в частности, в дистанционной форме, и познакомились, скажем так, более глубоко с теми проблематиками, которые вызваны именно со спецификой подготовки именно технического персонала. Если мы говорим про технический персонал, то здесь мы будем говорить про тех людей, которые работают со сложными техническими инструментами, оборудованием, решают, скажем так, те задачи, которые связаны с непосредственной эксплуатацией различного рода технологических, технических средств. Соответственно, если вот полгода назад еще рассматривать обратную связь от образовательных учреждений, в частности, преподавателей, то большое мнение складывалось именно о том, что электронное обучение в нашей сфере, оно неприменимо. Наша сфера, это я подразумеваю именно транспортные технологии и техническая сфера, где готовят техников и инженеров. Это что среднеспециальное, что высшее образовательное учреждение. Мнение было абсолютно идентичное, оно абсолютно одно, одинаковое было. Естественно, в связи с вынужденной мерой провести дистанционные вот эти формы обучения, столкнувшись с рядом проблем, преподаватели начали задумываться, то есть те, кто организует процесс, начали задумываться, а все-таки, быть может, обычная презентация, проведенная в дистанционной форме, то есть в рамках системы дистанционного обучения. Не настолько эффективно, а есть некие другие инструменты, которые позволяют организовать вот этот процесс. Собственно, об этом в нашем докладе сегодня мы будем об этом рассказывать. Значит, включаю демонстрацию экрана и приступаем с вами к нашей конференции. Итак, ну, как Юрий уже представил, спасибо целые путеводители. По мне я являюсь сорганизатором, совладельцем компании, с основателем Международного центра Сенсис Инжиниринг, два высших инженерных образования. Первое, скажем так, его надо было получать, второе было осознанное. И вот в ходе получения этих высших образований я столкнулся с рядом проблем. И ряд проблем был связан именно с тем, что те знания, которые на сегодняшний день необходимы, умения и навыки в нашей сфере, они не соизмеримы с тем, что преподавалось и преподносилось в образовательном учреждении. Второе, с чем я столкнулся, это когда была необходимость развития, недостаток информации. В 2014 году деятельность начиналась в рамках образовательного учреждения, были открыты специализированные курсы. В 2015-2016 году был организован коммерческий учебный центр, собственно, который на сегодняшний день и развивается. С электронным обучением познакомился впервые в 2016 году, когда провели анализ подготовки как раз-таки технических специалистов, которые работали в основном на практических занятиях. Мы понимали, что у нас практика сводится в первую очередь не к практическому применению, а все-таки половина практики сводилась к какой-то теории. То есть нам необходимо было все равно возвращаться к тому материалу, который мы до этого начитывали, который преподавался в рамках лекционных и классических лабораторных работ. Искали инструмент, который позволял реализовать, скажем так, более качественную подготовку и большую самостоятельную работу учащегося, потому что все прекрасно понимают, время преподавателя, оно не резиновое, и необходимо было каким-то образом оптимизировать время преподавателя и улучшить качество подготовки вот к этим практическим занятиям. И тогда как раз стал вопрос поиска того, что позволит это сделать. Вот тогда мы впервые познакомились с электронным обучением, но оно нас не удовлетворило по одной простой причине – не было системы контроля. И вот тогда, когда мы начали вникать, что же управляет процессом обучения, мы познакомились с такими понятиями, как ЛМС, ЛЦМС и системы дистанционного обучения. Об этом, соответственно, я сейчас расскажу быстренько, покажу, и дальше мы на примере разберем с вами все-таки, в чем есть трудность подготовки технических специалистов и как же сделать вовлеченность в учебный процесс, то есть организовать полноценное самостоятельное обучение учащихся и как преподавателю правильно контролировать этот процесс. Итак, я думаю, что можно начинать. Первое, скажем так, экспресс пробежимся все-таки, потому что есть путаница, она большая. Смешали все в кучу и системы дистанционного обучения, и системы управления контентом, системы управления обучением. Давайте разберемся, все же в чем между ними кардинальная разница. Итак, начну снизу вверх. Система дистанционного обучения, в принципе, давно развивается. Направленность основная – это систематизация, организация, взаимодействие преподавателей и учащихся. То есть это, по сути, возможность донесения информации дистанционно. Вот здесь первая ошибка, когда считают, что дистанционное обучение не позволяет качественно осуществить подготовку персонала работающего, ну, скажем так, руками. Вот. Это заблуждение, это заблуждение, потому что правильная, качественно выстроенная система дистанционного обучения, она позволяет приобрести два из трех, скажем так, составляющих процесса подготовки. Это знание и умение учащихся. Об этом тоже я чуть позже расскажу. Система управления контентом или система управления содержанием. Это управление учебным контентом, систематизация и автоматизация процесса оценки знаний и назначения учебного материала. Чуть ниже я покажу, как это наглядно выглядит. И третья часть – это система управления обучением. То есть ее направленность – это управление процессом обучения, отслеживание прогресса изучения и развития учащихся по всем типам учебных мероприятий. Итак, давайте с вами посмотрим, что есть что. Начнем мы, конечно, с системы управления контентом. Обратите внимание, вот эти маленькие ячейки – это есть вот эти модули, модули учебного содержания, которые включают в себя какой-то материал. Модули по-различному, еще раз покажу, модули различно могут демонстрироваться, объем модулей может быть различный. Ну, как бы, есть некие эталоны, мы их тоже покажем сегодня. Переходим в систему управления контентом. То есть это, грубо говоря, как управляется содержание непосредственно на практике. То есть берутся наши модули из большой базы, в которой находятся эти содержания. Эти модули выбираются преподавателям, они формируют некий курс. Исходя из этого содержания, соответственно, и направленности студентов, это все назначается учащемуся. То есть каждый учащийся может получать персональное содержание, может, соответственно, получать целые группы. Теперь самое главное – система управления обучением. Система управления обучением должна в себя включать объем материала, модульное содержание. Мы на сегодняшний день находимся в той эпохе, когда системы управления обучением в связи с большим количеством учебного материала, они не могут развиваться параллельно. То есть есть системы, которые развиваются в направлении инструментария для управления учебным процессом. И есть системы, которые предназначены для создания и предоставления для этих систем управления контентом. Обратите внимание, пожалуйста, система управления обучением интегрируется с системами управления контентом. Сегодня об этом мы тоже с вами пообщаемся и поговорим, как это работает на практике. Система управления контентом, что я вам хотел до этого рассказать, она предназначена для разрабатывания и предоставления готового контента для систем управления обучением. Система дистанционного обучения, она включается в систему управления обучением. То есть любая система управления обучением позволяет организовать дистанционную форму обучения. Таким образом у нас получается, скажем так, различная форма применения. Так вот, когда мы даже готовились к вебинару, с Юрием были публикации. Один из, скажем так, участников написал такое замечание, что почему дистанционное обучение ставят в штыки и так далее. Коллеги, обратите внимание, речь сегодня идет про электронное обучение, а дистанционное обучение это лишь форма донесения информации. Поэтому это важный момент. Электронное обучение на сегодняшний день очень глубоко и плотно внедрено во все формы обучения. Я об этом тоже сегодня расскажу. Итак, переходим к нашей части. Это специфика подготовки технического персонала. Собственно, я буду как раз-таки говорить про автотематику, потому что на сегодняшний день это достаточно болезненная сфера, связана она со следующим, потому что необходимы большие площади и огромные колоссальные затраты на развитие учебно-материйной базы. Итак, поехали. Обратите внимание на картинку изображения. Конечно, хотелось бы, чтобы был один преподаватель, один ученик и множество оборудования, техники и так далее. Естественно, постоянные обновления, постоянное изменение, усложнение технологий, постоянное обновление базы. Хотелось бы вот так. В идеале получается, можем, скажем так, добиться того, что есть возможность поработать с группой, есть возможность оснащения, оборудования, техники и так далее, но обратите внимание, время, которое мы можем уделить на группу и дать возможность каждому ученику поработать, оно не всегда позволяет организовать качественную работу индивидуальную каждого учащегося. Из-за этого у нас, естественно, падает качество подготовки. А если еще глубоко покопнуть, то у нас картина вообще вот подобного рода. Это, ну скажем так, 70% наших образовательных учреждений в лучшем случае могут позволить себе именно такой формат подготовки. Обратите внимание на учащихся, это не юмор, это реальность. К сожалению, наши ученики на подобных занятиях выполняют роль некого слушателя, зеваки, я бы даже сказал, который машет головой, преподаватель распинается, что-то рассказывает, показывает, но в силу того, что сложное оборудование, мало времени на изучение и так далее, у нас иногда страх в большинстве случаев допустить ребят к этому дорогостоящему оборудованию и технике. Соответственно, реалии таковы, что у нас учащиеся превращаются просто в зевак, которые нечто слушают, нечто смотрят и нечто делают в последующем. Естественно, такой формат подготовки не подходит. Что же в идеальности должно быть? Естественно, если мы говорим про сферу обслуживания, ремонта, автомобилестроения, у нас должен быть полный перечень. То есть учебная материальная база должна впитывать, включать в себя все возможное оборудование, которое применяется на рынке. А это иногда море торговых марок огромное количество, это иногда большое количество технологий в зависимости от производителя автомобилей и так далее. Такая же картина и в медицинском оборудовании, такая же картина в строительной сфере, когда мы говорим про спецтехнику, когда мы говорим про эксплуатацию строительной техники и так далее. Такое же у нас в машиностроении, когда есть огромное количество различных видов оборудования, инструмента, различные технологические операции и так далее. Самая большая проблема, то что необходимо постоянная актуализация вот этих вот, есть обновление оборудования, есть обновление технологий, это постоянно надо обновлять. Соответственно, мы должны учить тому, что будет, то есть на опережение, и меньше говорить про то, что было. То есть есть то, что всегда повторяется, то есть математику, физику никто не отменял, она всегда есть, но если мы говорим про дальнейшие этапы развития и про технологии, то они развиваются, причем очень быстро. Иногда это 2-3 изменения в год. Представьте картину, как поменять ежегодно 2-3 раза в год, менять вот эти вот все стандарты. Да никак. Соответственно, должен быть некий инструмент, который позволит данный вопрос решить. И он, коллеги, есть. Он существует, это не фантастика, он не единичный, но тем не менее, он на сегодняшний день максимально наполненный, мы об этом сегодня на примере этого инструмента поговорим. Итак, новый подход в обучении и развитии. Значит, я об этом чуть выше говорил. Есть знания, есть умения, есть навыки. Да, естественно, навыки мы не сможем сформировать только посредством электронного обучения. Должна быть ручная работа, должна быть самостоятельная работа учащегося, когда он руками применяет тот или иной инструмент, оборудование, производит расчеты, инженер, проводит какие-то тесты и так далее, то есть какие-то апробации. Но знания и умения, это уже доказано нашим центром, это апробировано на протяжении 4,5 лет. Знания и умения лучше всего формируются именно с применением электронного обучения. Когда самостоятельно включен в процесс учебный учащийся, он может показать реальность своих знаний, то есть он может продемонстрировать, насколько он правильно разобрался или нет. Как это сделать, я покажу на примере чуть-чуть ниже, но главное, что необходимо понять из этого слайда, знания и умения формируются прекрасно с использованием электронного обучения, правильного профессионального электронного обучения. Итак, далее, учебный контент. Самое главное, что надо понять, это то, что у нас на сегодняшний день гемифицированное поколение. Поколение, которое не привыкло изучать большое количество информации и не привыкло на сегодняшний день к обработке большого объема информации. Соответственно, надо соблюдать вики-эффект. Вики-эффект – это короткие фрагменты информации. Теперь самое главное – это возможность эту информацию увидеть ее применение в реальности, то есть в практике. Далее, соответственно, это анимация, изображения, интерактивные, динамичные, активные изображения. И теперь самое важное, то, что позволяет контролировать процесс изучения материала преподавателю и понимать, учащемуся, разобрался он и правильно или нет. Это система самостоятельного контроля. То есть система контроля – это перечень вопросов различного рода, мы тоже сегодня на них практически посмотрим, которые позволяют учащемуся, позволяют учащемуся понимать, насколько он правильно разобрался с материалом, а преподавателю отслеживать индивидуальный прогресс как одного учащегося, так и групп в целом. Итак, поехали дальше. Практикоориентированные модули. Практикоориентированные модули, которые позволяют руками, пускай даже это мышка, пускай это в виртуальной среде, но тем не менее выполнять практические процедуры. Самое важное, когда мы говорим про контент, он должен быть максимально реалистичным. Он не должен, скажем так, быть неким выдуманным. Это то, что в реальности должен применять ученик. Это самое главное, самое важное. Ребята тогда смогут в последующем не бояться, то есть преодолевается мост между теорией и практикой, выстраивается именно правильность и применение. Об этом мы тоже проговорим. Как организовывается процесс обучения? Значит, интерактивность против пассивности, когда учащийся вовлечен в процесс, и он мало того, что вовлечен в процесс, он участвует в нем, в этом процессе. Далее. Прогресс в реальном времени. То, что позволяет преподавателю в любой точке земного шара контролировать и отслеживать процесс ученика. Ученику в свое удобное время работать. Вспомните, когда запускалось дистанционное обучение еще 2,5-2,5-1,5 месяца назад, многие столкнулись с проблемой в том, что не все ученики могут своевременно зайти, подключиться. У кого-то проблемы с интернетом, у кого-то нет компьютера, у кого-то телефон затормозился и так далее. Дальше. Такая же картина у преподавателя. То есть, если мы говорим про качественную дистанционную форму обучения, мы не можем привязываться к возможностям техники. Техника должна позволять в любое время дня и ночи, когда удобно и преподавателю, и ученику работать. К сожалению, большинство прогорело именно сосредоточившись чисто на системах дистанционного обучения, когда подразумевали, что преподаватель удаленно подключится, запустит презентацию, и все как не бывало, как лекционное занятие, очное, все пройдет. Оно получилось не так. К сожалению, на сегодняшний день мы не до конца оснащены в том, чтобы, скажем так, позволить себе настолько оперативное и качественное подключение, старт и так далее и тому подобное. То есть, мы не можем привязываться. И на самом деле это проблема всех стран, потому что на сегодняшний день это жизнь. К сожалению, бывают случаи, когда, и в большинстве случаев, когда нет возможности старта одновременного. А как ученику просмотреть? Видеозапись? Согласитесь, видеозапись – это уже не то же самое, когда есть очное касание, есть возможность пощупать, потрогать, задать, спросить и сразу же получить ответ. Соответственно, есть проблема, если применять чисто дистанционное обучение в такой форме. Итак, мост между теорией и практикой – это когда электронное обучение постоянно на всем этапе подготовки сопровождает ученика. Это в том числе и стенды, прекрасная работа, когда электронное обучение говорит, какие процедуры выполнить, учащийся выполняет. Мы сейчас не говорим про полную автоматизацию, где преподаватель не нужен. Это самое большое заблуждение. Преподаватель нужен, он самый главный здесь, потому что именно преподаватель выбирает из большого количества материала, выбирает как раз-таки тот контент, который необходим для подготовки того или иного специалиста. Именно преподаватель ставит жирную точку на том, подготовлен ли специалист учащийся или не подготовлен. Именно преподаватель оценивает результаты работы. Но преподаватель перестает быть попугаем, преподаватель перестает быть постоянно тем, кто читает и читает материал. Потому что преподавателю первое – необходимо самому развиваться, а значит много информации еще изучить, прочитать, попробовать, протестировать. Дальше. Обработать этот материал, то есть подготовить его для изучения материала. И самое главное, контролировать и управлять этим процессом. Итак, поехали дальше. Мы сейчас говорим с вами про конкретную систему. Система Electude. Это система управления обучением, она же система управления контентом, то есть гибрид. Но в большей степени предназначен именно для... Это готовый контент. Он на сегодняшний день представлен на 22 языках. Наш центр переводит на русский язык, на казахский, и сейчас начинаем перевод на украинский язык. Соответственно, мультиязычная система, учащаяся, может выбирать, опять же, по разрешению преподавателя, выбирать тот язык, на котором ему необходимо изучать. Соответственно, если мы говорим про сложности в изучении, например, английского технического, что в сфере автомобильного бизнеса сейчас большая проблема. С использованием системы эта проблема полностью растворяется и есть возможность как научить на русском языке, так и научить на профессиональном английском техническом языке. То есть у преподавателя появляются еще дополнительные потенциалы возможности для расширения своих функциональных возможностей. Далее, используют систему много где. В России система является госпроектами в ряде европейских, Соединенных Штатах, в Китае и в Израиле сейчас ведутся сложные работы. Соответственно, система на рынке русскоязычном относительно недавно, 2,5 года, и на сегодняшний день достаточно активно пользуется профильное образовательное учреждение. Итак, что из себя представляет система? Это большое количество учебного содержания, как практикоориентированные модули, так и тесты, то есть для контроля, аттестации учащихся, так и, соответственно, учебный контент, учебное содержание. Мы сейчас заглянем внутрь системы и посмотрим, как это организовано и работает. Итак, по презентации на этом все. Я перехожу на следующую презентацию. Быть может, пока есть какие-то вопросы, коллеги? Быстрые вопросы, потом у нас будет время, блок, где мы ответим на все возникшие вопросы в ходе презентации. Итак, есть? То есть направленная профильная, надо сказать, система именно на автомобилестроение. Ну, не только автомобилестроение. То есть если мы говорим про робототехнику, про систему на умный дом, то есть где есть датчики, электронные... Да, плюс еще автоматизация, скажем так. Да, 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 абсолютно верно. То есть если мы берем строительную сферу, то это там, где спецтехника используется, где есть необходимость. Да, машины, транспорт обеспечивающий, понятно. Да, абсолютно верно. Если мы говорим про, например, вот у нас очень много заявок, запросов идет, именно связанных с медицинской техникой, то есть где необходимо обучить медицинский персонал. Здесь мы отвечаем всегда так. Если касается сферы ремонта техники, именно оборудования медицинского, да, можно подготовить, есть контент. Если мы говорим про специфику использования, эксплуатации в целях лечения, диагностики и так далее, то, конечно, в данной ситуации контента этого нет и, в принципе, это не направлено. Мы сейчас говорим про сферу транспортных технологий. Техническую, да? Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Тем не менее, контент, вот этот именно интерактивность, подход к интерактивности, геймификация – это пример того, как это должно работать и как это эффективно функционирует в практике. Итак, сама система – это облачная технология. Многие спрашивают, существует облако или нет. Нет, облако, точнее, не существует коробочной версии. Существует облако, потому что коробочная версия не позволяет, скажем так, одновременное касание ученика и преподавателя и одновременный контроль процесса. Соответственно, есть три роли. Все очень просто. Администратор, задача которого настроить аккаунт, какие-то брендированные символики и так далее. И, соответственно, создание и назначение определенных прав преподавателям. Далее есть ученик, есть преподаватель. В зависимости от того, коммерческий учебный центр, либо… Андрей, вы показываете, прошу прощения, показывайте нам экран. Прошу прощения, спасибо, справедливое замечание, упустил этот момент. Так, есть такое дело. Все нормально. Да, то есть есть учебный портал, домен, в нем есть некое содержание. Мы не видим. Так, показываю. Я вводе нет. Подскажите, попробую заново запустить. Так, еще раз. Демонстрация экрана. Да, есть такое дело. Смотрим. Да, есть. У меня видно. А, прошу прощения. Ученик, тренер, администратор. Да, да, да. И рептюды сбоку, с верхнему праву. Да. Прошение я потерял. Понял. Так, значит, есть три роли. Администратор, ученик и тренер. В зависимости от того, коммерческий – это учебный центр, либо это государственное образовательное учреждение, здесь будет преподаватель и студент, соответственно, либо ученик и тренер. Итак, двигаемся дальше. Мы сейчас будем говорить про главную роль – это тренерский аккаунт, то есть преподавательский, в котором осуществляется вся, собственно, эта работа. Значит, обратите внимание, два главных окна. Первое – это модули и курсы, то, что позволяет преподавателю работать с учебным контентом и в последующем содержании. И, соответственно, окно студентов, которое позволяет взаимодействовать с учениками. Все очень просто. Интерфейс простейший. То есть юзабилити, скажем так, минимальное для того, чтобы, опять же, упростить процесс организации вот этого процесса обучения, потому что многие столкнулись с проблемой, что в некоторых системах, в принципе, без сисадмина, системного администратора, преподаватель не может даже банально выгрузить прогресс, просмотреть результаты, назначить содержание, какие-то поставить планировщики и так далее. Здесь система очень простая, она элементарная. То есть достаточно пользоваться мышкой и клавиатурой и все, в принципе, организовать просто. Есть учебное содержание, то есть учебные модули. Их огромное количество, они разбиты по системам автомобиля. Активно разрабатывается сейчас мехатроника. И система позволяет, соответственно, разрабатывать собственные курсы, учебные материалы и так далее. Я об этом в сегодняшнем вебинаре не буду показывать. Но это на уровне, скажем так, разработка сводится на уровне нажать плюсик, добавить картинку, дальше либо скопировать, либо написать текст и, например, создать там собственный материал. То есть есть конструктор специальный, который позволяет быстренько создавать собственные учебные материалы. Далее. Из большого количества модулей, то есть мы переходим по темам, опять же, расположение тем может быть разное. Выбирается различный материал. Этот материал добавляется в курсы обучения. Я буду показывать на примере. Вот мы сейчас ведем работу для Республики Беларусь, для государственной учебной программы. Она очень схожа с Российской Федерацией учебной программой для инженеров по эксплуатации транспортных средств. Соответственно, особенности конструкции электронной системы, так чуть выше подниму, электронной системы управления современных легковых транспортных средств. Созданы под курсы. Это в соответствии с учебной программой государственной. Созданы под курсы. И в нее уже происходит наполнение учебным содержанием. Это учебное содержание уже готовое, имеющееся в системе. То есть, если мы говорим про начало работы уже на завтрашний день в системе, есть тот контент, которого на сегодняшний день большинство систем не обладает, и маловероятно, что появится. Итак, потому что это многие годы, это даже не десятки лет, это уже свыше 25 лет ведется работа на разработку учебного контента. На сегодняшний день система используется в более чем 60 странах, и в СНГ уже около 6 стран используют систему. То есть, 6 образовательных учреждений из 6 стран СНГ. Итак, значит, дальше. Когда у нас выполнено распределение на подкурсы, у нас каждое обучение, ну, это наш центр так делает, рекомендую это использовать, у нас есть, у нас трехступенчатая система подготовки. Здесь, в частности, две ступени. То есть, это обучение и второе – проверка знаний. Причем, я повторюсь, это не промежуточная проверка знаний, это итоговая промежуточная, я сейчас покажу, где у нас происходит. Третья ступенька – это, скажем так, входная аттестация, которая позволяет учащемуся оценить текущий уровень знаний и продемонстрировать, к чему необходимо прийти. Это очень важно. В наших профессиональных курсах для взрослого населения у нас три ступени используются. То есть, есть предварительная аттестация, итоговая аттестация и обучение. Итак, далее. В разделе обучения, либо в разделе проверки знаний, вот как раз и начинается наполнение нашими учебными модулями. В зависимости от сложности учебной программы, лекции, разбиения и так далее. Соответственно, и здесь у нас разбиваются данные подкурсы на учебные модули. И вот они, наши учебные модули. То есть, мы сейчас спустились в самый-самый-самый низ, где у нас есть вот эти учебные содержания. Значит, дальше. Когда это учебное содержание назначено группе, как выглядит контент и в чем его интерактивность? Значит, обратите внимание. Есть теоретический материал и есть именно анимация. То есть, где какие-то происходят процедуры. Если мы, ну, в данной анимации у нас применяется осциллограф и, соответственно, педаль акселератора. То есть, педаль газа, как в простонародье говорят. Соответственно, у нас на осциллографе мы видим моментальные изменения. Прочитав вот эту информацию, учащийся читает. Нажмите на педаль акселератора, чтобы изменить сигнал. Нажимаем педаль акселератора. Учащийся видит, что происходит. То есть, грубо говоря, мы здесь уже можем видеть, что есть амплитудная модуляция, как это сигнал навлияет на сигнал осциллографа, соответственно, на сигнал датчика, и как этот осциллограф это отображает. То есть, вот это есть понятие вовлеченности, интерактивности в учебное содержание. Двигаемся дальше. Откуда поступает сигнал, который отображается на осциллографе? Учащийся может, естественно, выбрать какой-то вариант ответов. Система говорит неправильно. Обратите внимание. Она не говорит, что сигнал, вы неправильно выбрали содержание, надо было выбрать сигнал, поступает от датчика положения дроссельной заслонки, потому что бла-бла-бла-бла-бла. Коллеги, это не интерактивность, это мы, скажем так, натаскиваем студентов на правильный ответ. Нет, неправильно. Разберись, пожалуйста, прочитай еще раз. Студент еще раз читает информацию. Если ему не хватило здесь, он вернется на предыдущий вопрос, на предыдущую страницу, еще раз перечитает. И так до тех пор, пока не ответит правильно. Даже если он будет нажимать многократно, правильно или неправильно, преподаватель это все сможет увидеть. То есть, грубо говоря, здесь я ответил с четвертого раза правильно. Преподаватель это очень легко увидит и поймет, что студент не разобрался. И, скорее всего, что он просто выбрал, скажем так, нашел правильный ответ. Да. Далее. Переходим в следующий этап. Пока у нас вопросы-вопросы. Выберите верное утверждение. Какие датчики используют амплитудную модуляцию для передачи сигнала? Здесь уже несколько утверждений. Опять же, вы правильно оценили 3 из 4. Надо разобраться, какой датчик не использует. Опять перечитываем материал, опять ищем правильный ответ. Разобрались хорошо. Дальше. То есть, здесь мы уже завершили этот модуль. Перейдем к следующему модулю. Например, сигналы. Посмотрим, что у нас здесь. Нажмите на входную цепь блока управления. То есть, есть интерактивность. Правильно нажали, система показала верно. Двигаемся дальше. От каких устройств это вопрос. Далее, далее, далее. Нажмите на электронный блок управления. В блоке управления. Итак, двигаемся дальше. То есть, вот это вот. Нажмите на выходную цепь блока управления. Вот это у нас есть понятие интерактивности, когда включен в учебный процесс наш учащийся. Это важно, потому что эти все действия ученику позволяют взаимодействовать со знаниями. Вот он их получил сейчас, прочитал. А сейчас надо разобраться, как же это работает, где применить эти знания. Таким образом, мы можем сформировать полноценные нормальные знания, где учащийся понимает, где они применяются. То есть, здесь возможность двигать различные устройства. Ну, я думаю, здесь, в принципе, вы понимаете, о чем речь. Соответственно, пошагово-пошагово двигаемся. Где-то можно изменить, где-то можно перетащить и так далее. Я сейчас перейду в практико-ориентированный модуль. Посмотрите, как формируются умения на примере системы. Итак, здесь выходим. И перейдем в наш инструмент. Так, ну, например, модули. Ну, например, здесь, ну, давайте какой-нибудь простейший микрометр. Самое главное. Учащийся всегда должен понимать, то есть здесь есть и расчеты, есть измерения и так далее. Учащийся должен понимать физический принцип работы того или иного инструмента. Если учащийся не понимает физического принципа, то есть, вот, опять же, определите устройства, компоненты, инструменты, оборудование и так далее, и так далее, и так далее. Если учащийся не понимает физического принципа работы инструментов, то и, в принципе, принять он его не может, применять его не может правильно. Это тоже важно. Это как раз позволяет подготовить ученика, подготовить учащегося к практической работе. Вот мы проводили эксперименты с такими измерительными устройствами, как осциллограф, мультиметр, динамометрический ключ для механиков в сфере обслуживания и ремонта, транспортных средств, оборудования и так далее, где необходимо правильно выставлять моменты затяжек. И вы знаете, как показала практика, 2-3-4 лекции, и несколько лабораторных работ не настолько плотно формируют и качественно знания, и умение применить инструмент, как самостоятельная работа ученика в правильной электронной системе. Когда мы провели эксперименты учащимся 4-го курса, то есть выпускного курса, предоставили задание, где им надо было выполнить при помощи динамитического ключа процедуры затягивания болтов, ребята допустили грубые ошибки. Причем мы брали самых, скажем так, ну самых, неправильно сказать, глупых, а самых неподготовленных ребят мы взяли для выполнения этого задания. Мы их посадили самостоятельно в систему, дали им 3 модуля и дали им 15 минут, чтобы они могли быстренько пробежаться, изучить все-таки, как работает этот инструмент. Через 15 минут мы их снова подводим к этому заданию, выполняют все, ну на 90% правильно. Допустили грубую ошибку, на которую не обратили внимания, но потом с ней разобрались. Грубая ошибка была, это по завершению инструмента вернуть его в исходное положение. Опять же, почему? Потому что физический принцип они невнимательно изучили, что в механических динаметрических ключах используется пружинный механизм. Соответственно, пружина в сжатом состоянии теряет свою точность. То есть вот настолько глубоко знание дается именно не в рамках лекции, когда преподаватель вытянул эту информацию, пускай даже сконтировал на это внимание, но она в голове ученика не отложилась. А преподаватель, в принципе, это понять сможет только тогда, когда уже подведет к практике, когда увидит грубые ошибки, когда они будут допущены. Итак, я покажу на примере еще осциллографа. Опять же, обратите внимание, есть различные элементы, где необходимо выполнить ту или иную процедуру и провести какие-то измерения и так далее. Включите подачу бумаги. Обратите внимание, осциллограф применяется самый простейший, элементарный для того, чтобы студентов не пугать. Дальше уже в системе есть модули, в которых, конечно, применяется сложный осциллограф, современный осциллограф, двухканальный и так далее. Но здесь принцип понять, как это функционирует, работает, как измеряются сигналы, в чем физика процессов и так далее. Элементарно, просто и возможно. Хорошо. Так. С этим, я думаю, разобрались, да? В чем есть интерактивность. Теперь, коллеги, геймификация. Как заставить нашу молодежь на сегодняшний день вникать в процессы, самое главное, доходить до конца? Что система не позволяет сделать ученику? Она не позволяет пропустить учебное содержание. То есть, если в учебнике он может пролистать страницы, то здесь он этого сделать физически не может. Он не сможет перейти на следующий вопрос, пока не ответит на этот. Он не сможет перейти на следующее содержание, пока не изучит предыдущее и не ответит правильно. Это преимущество. То есть, преподаватель избавляет себя от этой проблематики постоянно вот играть в кошки-мышки. Разобрался или не разобрался? Так или не так? Дальше. Преподаватель видит как групповой прогресс, так видит и индивидуальный прогресс. Это тоже важно, потому что у нас мы не можем всех под шаблон загнать. Какие-то учащиеся двигаются впереди, какие-то отстают сзади. Соответственно, задача преподавателя роль – помогать отстающим и не препятствовать впереди идущим. То есть, в чем здесь плохо, если ребята двигаются вперед? Это же замечательно. Соответственно, в таком виде мы видим этот прогресс. Заходя внутрь, в зависимости от групповых результатов или индивидуальных, мы можем видеть, соответственно, работу учеников. Теперь смотрите. Заходя внутрь, и учащийся видит свой прогресс. То есть, он видит конечную точку. Вспомните себя в юности, когда вы читали большие книжки. Первое, что мы всегда делали, мы открывали и смотрели, сколько в этой книжке страниц. 600. Дальше, многие листали и смотрели. А много ли здесь картинок? Тяжело эта книжка будет читаться или нет? И только когда мы начинали читать и вовлекаться в это содержание, растворялось вот это желание, скажем так, поскорее закончить. Здесь, в данной ситуации, картинка, скажем так, система также работает. Есть начальная точка, есть конечная точка. То есть, геймификация. Я вижу итог своей работы. Дальше. И преподаватель и учащийся видят результат. Какой у меня прогресс? Я сейчас не говорю про аттестацию. Мы не говорим про проверку знаний. Мы говорим, что есть возможность контролировать здесь и сейчас ход изучения материала. Это есть возможность контроля в любое время, в любом месте. И вот здесь мы можем видеть правильность или неправильность ответа. То есть, в какого раза правильно ответил учащийся. И из этого преподаватель как раз и оценивает, разобрался или не разобрался ученик, и в чем он разобрался, в чем нет. Дальше. Геймификация – это когда есть возможность показать результаты группы. То есть, показать учащимся, что, ребята, вот вы наработали, вот ваше время, вот ваш прогресс. Опять же, в зависимости от того, какие задачи у нас ставятся, мы можем показать лучших, худших, и кто сколько времени затратил. Дальше. Если мы идем через учебное содержание, и в зависимости от, скажем так, сложности материала, мы можем видеть по контенту, то есть, по курсам определенным, по определенным модулям результаты группы. Где надо группе помочь, где группа плохо разобралась, соответственно, мы это делаем уже здесь. Итак, геймификация и интерактивность. Галопом по Европам, но я надеюсь, что плотненько, скажем так, и мощно рассказал о том, все же, что такое на сегодняшний день. Вот этих два главных понятия, которые позволяют учащихся вовлечь в учебный процесс. Когда ученикам очень, скажем так, нравится, они заинтересованы изучать тот материал, который им назначает преподаватель. Потому что есть на сегодняшний день большая проблема. Система нет вот этой взаимосвязи между преподавателем и учеником. То есть преподаватель понимает, что много информации он просто в никуда рассказывает. Только считанные ребята, которые эту информацию способны, во-первых, усвоить, а второе, они заинтересованы ее усвоить. Остальные, как правило, это на пассиве услышали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Система вот эту преграду позволяет развеять и помочь более качественно доносить этот материал до, скажем так, голов наших учащихся. Итак, вопрос организатора Юрий сразу мне сделал наставление о том, что я обязательно поделился контактами, где можно с нами коммуницировать, где можно с нами общаться и контактировать. У нас есть группа в Телеграме, это международное сообщество. В рамках нашего большого международного проекта Континентальной образовательной лиги желающие могут обратиться к организаторам либо к нам написать. Мы добавим в эту группу, где происходит международный обмен опытом между преподавателем и коммуникацией. Дальше. Есть контакты. Центр международный. Можно к нам писать, соответственно, по тем контактам, которые указаны ниже. Здесь у нас есть различные офисы. И у нас ведется большая работа. У нас есть свой собственный центр разработок, есть центр перевода, отдел перевода, которые занимаются разработком учебного содержания и контента. Кроме того, что делают голландские наши коллеги, разработчики системы Electude, мы еще ведем сложные разработки по эксплуатации, применению оборудования, описанию технологий, регламентов и систем. Это все можно увидеть в нашем разделе «Каталог». Здесь можно ознакомиться с тем, что на сегодняшний день существует, и, возможно, кому-то уже будет интересно. То есть это можно будет в последующем внедрять и интегрировать в ваши системы управления обучением, либо кто пользуется системой Electude, можно использовать готовые программы и курсы обучения. Итак, Юрий, я на этом с презентациями завершаю. Готов перейти к блоку «Ответы на вопросы». Я бы хотел напомнить, дорогой Андрей, что я просил рассказать в своем закладе о рисках и дефицитах. Да, но я ждал. Когда все хорошо, то нам никто не поверит. Наверное, какие-то есть и риски. Есть, конечно, риски. Есть, конечно же, у нас, скажем так, все всегда упирается в «how much», как говорят американцы. Сколько это стоит? Самое интересное – стоимость понятия относительная. Давайте считать следующее. Сколько стоит проезд преподавателя каждый день на занятия с занятий? И таких преподавателей много. Сколько стоит проезд учащихся с места на место? Сколько стоят лекционные занятия, площади проведения? Сколько стоят постоянное обновление оборудования инструмента? Сколько стоят командировочные расходы для того, чтобы и преподавателю заниматься развитием, организацией процессов? Дальше. Если мы говорим про сторонние системы, использующие, скажем так, систему управления обучением, у многих есть большая проблема в том, что нужны, в первую очередь, системные администраторы, и их много для того, чтобы развернуть систему, сопровождать ее, потом какие-то дополнительные делать наработки. Это все деньги. У каждого учреждения, у каждой организации это свои собственные затраты. Если мы говорим про систему нашу, систему нашу, система в среднем, если говорить про оборудование, скажем так, виртуального или стационарного компьютерного класса, который разворачивается в течение одного дня, обучение преподавателей происходит в течение второго дня. То есть система уже полностью готова к работе на третий, четвертый день с момента ее приобретения. Это очень быстро, потому что мы знаем, некоторые системы нужны месяцы, чтобы полноценно ее настроить и запустить, и обучить персонал хотя бы базовым функциям. Наша система в среднем на 20 рабочих мест, на 20 рабочих мест в год стоит где-то порядка, ну я в евро расскажу, потому что у нас интернациональная, международная конференция, 2,5 до 3 тысяч евро в год на 20 ученических доступов. Что такое ученический доступ? Его можно использовать персонально, то есть ученику выдали логин и пароль, и он персонально в течение года занимается. И можно использовать в рамках групповых занятий. Группа отзанималась, прогресс сбросили, предоставили занятие другой группе. В таком случае система данный прогресс не сохраняет. Этот прогресс просто выхружается и хранится просто в CSV файлах, либо в Excel. Соответственно, очень лояльная стоимость. Почему нельзя купить, скажем так, один раз и пользоваться? Система постоянно добавляет новое содержание. То есть, коллеги, у вас постоянно библиотека, в которой в ней добавляется постоянно материал, материал, материал. Поэтому здесь идет именно оплата пользования этой библиотекой знаний. Соответственно, относительно рисков, то есть, каким образом система, скажем так, окупится, поможет она или не поможет, все очень просто. Мы предоставляем, то есть мы инвестируем демонстрационные доступы, в рамках которых можно опробировать эффективность и работоспособность системы, посмотреть, насколько она применима в вашей специфике, насколько учебное содержание и контент позволяет вам, скажем так, в вашей специфике подготовки закрыть те или иные ваши задачи и как сложно или легко данное содержание расширять. Надеюсь, я ответил на вопрос. Юрий, вы готов добавить, если что-то необходимо? Спасибо. Возможно, коллеги уточнят, а я бы, наверное, вспомнил тоже, когда не хватает мастеров, не хватает оборудования, не хватает аудиторий. Учеников, студентов много, не успевают всем уделить внимания. Еще можно проблемы перечислять, которые лично мне хорошо известны и по колледжу, и по вузу. Еще и ломаются, действительно. Да, Юрий, я прошу прощения, добавлю еще здесь, очень справедливо сделали, на самом деле, дополнение, это очень справедливо. Мы сталкивались с большим количеством образовательных учреждений, где, скажем так, выпал компетентно подготовленный преподаватель, которого учили на заводе. И все оборудование, учебные стенды просто остановились, и они не позволяют учить. То есть учебный процесс на этих стендах остановлен. Это очень большая проблема, это тонны замороженных средств, которые неизвестно вообще реанимируются или не реанимируются. Это большая проблема. Система, да, позволяет автоматизировать как обучение преподавателей, то есть преподавателя быстро ввести технологию в курсы обучения в программы, так и учащимся предоставить возможность постоянно заниматься учебным процессом. Как коллеги готовят вопросы, я от себя дополню, я очень въедливый, всегда проверяю своими руками, прежде чем что-либо делать. Я получил аккаунт демонстрационный, я скачал несколько скормов в LMS Moodle, потому что вот тут уже есть вопрос, как интегрировать свой учебный контент. И вот эти элементы интегрируются легко, то есть Moodle, на примере Moodle, не только, есть и другие системы, легко импортировалось, все работает, все показывает. Я проверил на качество перевода, мне понравилось, очень грамотный русский язык, система действительно работает. Я задавал вопрос у Андрея, можно ли вот этот скорм-пакет оставить себе, когда закончится лицензия. Он сначала промолчал, но потом я увидел, как только ваша лицензия заканчивается, срок оплачения, этот скорм не работает. Да, все верно. Это моя такая вот практика. Коллеги, вот тут поступил вопрос от Владимира Сизова, почему в этой программе нет электронных учебников? Пробовал проводить лекции Владимир Сизов и одновременно задействовать вашу программу. Не совсем удобно получается, приходится из учебника выходить и загружаться в лекцию. Возможно, Андрей ответит, возможно, и я дополню, как я бы эту проблему решил. На самом деле у нас сейчас в нашем центре в этом году уже запустился процесс разработки. Это скорее не учебное пособие, а это больше, скажем так, сейчас скажу, это методическая рекомендация по организации учебного процесса при помощи тех, ну, по определенным темам, при помощи и электронного обучения. И еще есть специализированные стенды, лабораторные установки, которые позволяют данные темы раскрыть. Система Electude, она интегрирована и взаимодействует с рядом брендов известных, которые производят учебные методические стенды. Соответственно, если говорить про Нидерланды, Соединенные Штаты, вот сейчас в Германии есть госпроекты, в рамках которых как раз-таки учебные вот эти пособия для преподавателей разработаны. Соответственно, преподаватель видит рекомендацию, осуществляет по ней подготовку. Далее видит, какое количество необходимо материала, содержание, сколько времени затрачивается на ту или иную дисциплину изучения, какие необходимы предварительные подготовительные работы и так далее. То есть методическая рекомендация по организации учебного процесса. Соответственно, это как раз и решит тот вопрос вот этой вот взаимосвязи между системой электронного обучения, системой управления обучением Electude и вот этими учебными, электронными учебниками. Спасибо. Ну, возможно, я бы сделал иначе как преподаватель. Я бы свой контент, который у меня есть в ЛМС, дополнял бы теми модулями скормовскими, которые выдвижаются в Electude, и интегрируются в мой электронный курс. И там и мои видео-лекции, и PDF-файлы, и так далее, что угодно, согласно рабочей программе дисциплины и встроенные системы обучения и контроля знаний. Спасибо. Спасибо. Вы получили ответ или еще хотите что-то поточнить? Да, вижу. Спасибо. Он написал. Елена. Коллеги, пожалуйста, какие есть вопросы к докладчику, переходим к дискуссии. Что вам не понравилось, что вам понравилось, можете прямо сказать. Вот ссылку на предыдущие. Можно вебинары дать? Здесь вот правильно написала. Можно, можно. Да, я ссылочку сейчас сброшу. Елена очень хороший вопрос задала. Вопрос по конструктору курсов. Требуется ли разработка сначала, или возможность компоновки с существующими модулями? Елена, правильно зрите в корень. У нас система управления контентом, которая как раз-таки является конструктором. Причем я более того скажу, на сегодняшний день можно использовать уже готовую анимацию, материал и так далее, добавлять свой текст, разрабатывать свою систему контроля, то есть систему контроля знаний, вопросы, и создавать свое содержание. Но есть еще бонус очень мощный. То есть это участники вебинара, наверное, первые, которые вот текущего нашей конференции. Даже наши вебинары, которые мы проводили, наши участники еще не осведомлены. Мы готовим большую статью. Здесь, соответственно, будет... Вы передовики. Электюд готовится к очень серьезному выпуску второй версии LCMS, в рамках которой можно будет не просто использовать готовую анимацию, а будет конструктор 3D-разработки. То есть преподаватель сможет создавать сам любое содержание, анимировать и так далее, и так далее. Понятно, что процесс не моментальный, он за месяцы не пройдет. Это рассчитано на три года работы, но уже первое обновление системы управления, то есть системы LCMS, произойдет в ноябре текущего года. Поэтому об этом мы напишем статью. Следите за нашими новостями на сайте. Сможете увидеть, когда эти обновления придут. Также мы будем в наших группах писать. Ссылочку сейчас бросаю. Поэтому да, ответ абсолютно правильный. Разрабатывать контент очень запросто, и система для этого предназначена. Интересно. Ну, кстати, мы эти репосты будем и в группе «Союз профессионалов дистанционного обучения» также дублировать, и вы будете также в этой группе приходить и читать, смотреть, обсуждать. Когда будет доступен этот конструктор, спрашивает Илья Уриха. Илья, на самом деле у вас уже он доступен, он есть этот конструктор. Посмотрите внимательно в системе. Давайте я, наверное, демонстрацию тогда включу, чтобы вы понимали, о чем речь. Давайте вот это было бы здорово посмотреть. Да, значит, конструктор делается в разделе «Модули». Здесь мы, соответственно, переходим в закладочку. Вот у нас плюсик. Вот с этого момента начинается конструктор. Есть различные типы наших, скажем так, заданий. Здесь мы используем, например, урок. Название модули «Союз профи» так назовем. Далее. Обратите внимание, есть галочка «Только для преподавателей». Это значит… Знаете, на что это? Это как раз есть методические рекомендации. То есть можно создавать модули, которые не предназначены для учеников, а предназначены для преподавателей, где пишутся как раз характеристики того или иного курса. И вот кнопочка «Редактировать модуль». И вот теперь мы попадаем в этот конструктор. Значит, анимация… То есть здесь у нас все очень просто. То есть тут буквально 20 различных инструментов. И вот здесь вот у нас есть «Выбрать видео или изображение из другого урока». И здесь мы можем… Ну, все, что угодно. Давайте, например, тот же самый закон ОМА, закон ВАТА, физика процессов, школьная физика. Элементарно. Нажимаем «Ок» и, пожалуйста, вот она у нас, картинка из другого урока загружена. Переходим там в что-нибудь посложнее, чего-нибудь, там, например, продвинутый уровень. Здесь. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, какой-нибудь расчет цепи, например, той же самой. Вот, пожалуйста, здесь свое содержание, вопросы и так далее. Вот у вас готовый конструктор. Андрей, можно сюда добавлять свой контент, свои файлы? Запросто. Вот, загрузить, выбрать рисунок, кнопочка и, соответственно, выбрать веб-страницу видео онлайн. Легко. Это не является ли вот это ответ Владимиру Сизову, когда он хочет добавить свой учебник сюда? Там была ссылка в файлы, только сейчас. Да. Нет, там электронный учебник. Или добавляй свой учебник базовый, если есть, он в PDF. Именно. Или в виде ссылки на электронную библиотечную систему. Да. И потом готовишь контент. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Так оно и делается. То есть, можно сделать ссылку на сайт, ссылку на видеоурок, куда угодно. Можно отправлять, и в самой системе учащийся нажимает, ему загружается эта анимация, материал, и он работает. Да? Совершенно верно. А можно увидеть, он открывал эту ссылку или нет в этой системе? Мы это узнаем именно по вопросам. То есть, он должен будет ответить. Очень просто. На самом деле, это методика разработки. Мы делаем, например, так. Я опять же приведу пример. Есть, например, упаковочный кейс некого оборудования. Мы берем простую анимацию, фотоснимок этого кейса. Наша задача, чтобы учащийся разобрался в том, что входит в состав этого оборудования, то есть комплект поставки. Мы говорим, нажмите на кейс. Он нажимает на кейс, открывается вторая картинка, где уже распахнулся, у нас он раскрылся, и видно содержание. И вопрос. Подскажите, какое количество адаптеров вы видите на изображении? И он отвечает. Соответственно, если он не нажал и не открылось, он этот вопрос ответить не сможет. То есть, это уже как бы, это простейшая анимация. Я имею в виду, как можно простейшая анимация из этой ситуации выкрутиться. Потому что, Юрий, вы правильно сказали про то, что преподаватель может сам загрузить и выполнить. Но 90% преподавателей, они физически не смогут никогда работать с контентом. Это международный опыт. К сожалению, наши страны русскоязычные идут по точно такой же ошибке, скажем так. Те же самые грабли. Мы все шишки набиваем, наступаем на них. Европа еще 7 лет назад, в принципе, осознала, что преподавателя задача управлять процессом обучения и организовывать. А контент должны разрабатывать специализированные компании и специализированные разработчики. Потому что это сложная технология. Это 3D анимация, JavaScript и так далее. Полностью у вас поддерживаю, заставляю преподавателя самому готовить контент. Причем по одному и тому же предмету делают все одно и то же, но каждый сам по себе и все понятно какого качества. Абсолютно верно. Поддерживаю. Но я имел в виду, что дополнить готовый контент своим текстовым учебным материалом. Легко. Запросто. Это правильное решение. Это все к вопросу Владимира Синьзова. Коллеги, какие еще вопросы? Давайте искать у него слабые места. Давайте искать, чего не хватает у нашего докладчика. Слабое место в автомобильной промышленности у нас одно. Когда у нас будут хорошие автомобили? Андрей, я вот перед встречей спрашивал. Ну расскажите про опыт гигантов, название тех всемирно известных гигантов, где это применяется. Не на автовазе, а в мире, чтобы нам было к чему стремиться. Елена, вот вы правильно говорите. Ну, кстати, очень справедливый характер. Я сказал честно, я по соглашению сторон не имею права употреблять название этой, этой и многих других фирм, потому что это такое правило. Ну я на самом деле сейчас кое-что покажу, и я более того скажу, есть такой завод-гигант ГАЗ, да, в группе ГАЗ-КамАЗ. Сейчас ведутся хорошие переговоры, и, собственно, ГАЗ очень плотно рассматривает интеграцию системы и на ней, соответственно, подготовку. Вот, я сейчас покажу международный опыт, именно, какие заводы в мире используют систему для подготовки. Это не коммерческая тайна, ее можно использовать. А вот потому, что мы ведем разработки, к сожалению, я сейчас не могу показать без разрешения. Но я вижу, здесь есть Евгений Рошапп, это как раз-таки технический тренер, представитель достаточно крупного контента, достаточно крупной компании. Это Биллштайн Групп, я думаю, Евгению не обидится, если я про них расскажу. Это вот как раз-таки пример того завода-гиганта, который на сегодняшний день очень заинтересован в том, чтобы была возможность обучения сотрудников максимально быстрыми темпами. То есть и в онлайн-обучении, и в очных, и так далее. Поэтому вот примеры завода. Это, кто в автотематике знает, это Блюпринт, это... Господи, Евгений, помогите, пожалуйста, подскажите, потому что очень много брендов у вас в группе, в группа, боюсь ошибиться, неправильно называть. СВАК, если я не ошибаюсь, правильно? И ФЕБИ. И ФЕБИ, да, совершенно верно. То есть это достаточно популярные бренды, которые применяются в запасных частях на автомобильной технике и так далее. Так, а я тем временем уже нашел презентацию, в которой я вам покажу. Так, может быть, есть вопросы? Владимир Сизов выражает эмоцию, что будут, но потом, после нас. Хотелось бы при нас, чтобы были. Да, хотелось бы при нас, про успехи нашей промышленности. И был вопрос от Сергея Кожанова. Планируется ли совместная работа с союзом WCR? Подсказываете? World Skills Russia, вспомнил. О, как, вот как. Хорошо. Значит, Сергей, спасибо за каверзный вопрос. С менеджером компетенции у нас сейчас прошли хорошие переговоры. Вам большое спасибо. Экспертам WorldSkills, которые работают с системой Electude, которые подсказали в движении о том, что есть палочка-выручалочка, способная организовать дистанционные формы, даже где-то дополнить демонстрационные экзамены и так далее. Да, по предварительным переговорам уже этой осенью в октябре месяце, если я не ошибаюсь, сентябрь-октябрь, Electude планируется использовать для проведения финального этапа в пока одной только компетенции, это легковой транспорт. Мы сейчас еще и по грузовому транспорту тоже ведем переговоры. Поэтому, да, за сотрудничество однозначно мы заинтересованы. Electude представителей в Голландии, в Бельгии, в Соединенных Штатах, в Испании, в Германии очень плотно работают с движением WorldSkills, поэтому не исключение, мы тоже заинтересованы, рады, открыты к сотрудничеству, поэтому будем развивать взаимоотношения. А точная идея в условиях коронавируса провести такие вот соревнования? Предлагали, дистанционную форму мы предлагали, но по какой-то причине, то есть изначально было выбрано, что будет проводиться на базе системы дистанционные вот эти отборочные этапы, но вот буквально на прошлой неделе, в понедельник, условно говоря, было положительно принято решение, и через три дня пришел ответ, что надо в срочном порядке отказаться от проведения вот этих отборочных этапов. И, соответственно, раз нету этапов, то и систему применять, в принципе, негде. А вот касаемо именно финала, там, да, все используется. Давайте не будем уходить в политику. Да, согласен. Вот уже Илья Урюпин задает вопрос такой, подоплекает меня, что политическое, что запрещено и так далее. А вот Рустам Гизатуллин спрашивает, видите вопрос, Андрей? Так, смотрю, я презентацию как раз нашел. А, вы же дали ответ, как запланировано обучение и тренировка участников чемпионата? Значит... Не как, а за рубежом вроде как есть как. Нет, я более того скажу, и мы здесь в том числе уже обсуждали этот вопрос, мы будем предоставлять доступ для возможности подготовки как раз таки. Рустам, классный вопрос, спасибо на самом деле большое. И как раз таки система Электюд позволит действительно подготовиться качественно к выполнению заданий. Значит, предварительно обсуждался вопрос о том, что будет для WorldSkills отдельный домен, отдельный домен, то есть система управления. На ней союзом экспертов будут разработаны вопросы, задания, которые будут на финальном этапе, и к ней будет определен подготовительный этап. Всем участникам, которые принимают участие в финале, будет предоставлен доступ подготовительный. В течение двух месяцев ребята смогут пройти предварительную подготовку. Преподаватели, эксперты могут... Так, я надеюсь, что ответил на этот вопрос. Я демонстрацию включу и покажу. Коллеги, вот можете обратить внимание, это не все заводы-гиганты, которые используют системы Электюд, либо разработки системы Электюд для подготовки у себя на заводе своих специалистов. Достаточно серьезный контракт был подписан позапрошлом году, в 2018-м, с заводом Tesla, который позволил еще сильнее сделать контент по электромобилям. По электромобилям на сегодняшний день аналогов в мире нет. То есть система на сегодняшний день позволяет полностью осуществить подготовку по электрическому приводу. То есть это электромоторы, высоковольтная батарея и так далее. Очень плотная работа с коммерческим транспортом, то есть с грузовым транспортом. Уже многие, кто пользовались год-два года назад системой, заметили, что в ноябре прошлого года появился раздел коммерческий транспорт, грузовой транспорт. Сюда сейчас идет большое наполнение. Ожидается, соответственно, спецтехника, мототехника и так далее. Параллельно у нас сейчас ведутся хорошие переговоры с железной дорогой. Железнодорожный транспорт в том числе планируется добавить в систему. Итак. Анна Климашова задает вопрос. Кто из российских компаний использует вашу систему? Мы сейчас говорим про... Какие результаты у них? А мы сейчас говорим про образовательные учреждения, либо про коммерческие, потому что компанию можно по-разному понимать. Анна, уточните, пожалуйста. Про образовательные учреждения. Которые уже здесь. Вот Илья Урюпин, например. Илья, поругайте меня, пожалуйста. Красноярский, Краснодарский колледж. Потому что у нас и тот, и тот есть. На три года закупили систему. Сейчас вот Илья ведущий, собственно, преподаватель, который на базе нее организует процессы. Илья, вы с нами подскажите, пожалуйста. Илья, может быть, отошел? Нет, здесь с нами. Да, нет, с вами. Да, коллеги, добрый вечер еще раз. У меня уже 8 часов. Красноярск-Восток. Красноярский техникум транспорта и сервиса. Мы занимаемся подготовкой автомехаников и специалистов среднего звена. Это мастер-участка, либо бригадир, либо при хорошем развитии опыта работы это мастер-приемщик. Вот. У нас 4 направления по этим специальностям. И последнее направление на сегодняшний день, топ-50, это мастер по ремонту автомобилей. Мастер ремонта, который как раз проходит квалификационную работу, сдачу не в виде диплома, а в виде демонстрационного экзамена по системе WorldSkills России. Вот. Начиная где-то с ноября прошлого года, я случайно с помощью студента вышел на программу Электюд. Сам студент был очень лестно отзывался, очень хорошее впечатление у него сложилось. Я эту программу сам нашел с помощью представителей легионов Тодата, московских представителей. вышел на Андрея Браконенко, ну и с Ириной Лемешкиной заключили мы договор на домен на 25 мест, на 3 года. Мы решили с администрацией, что нам более-менее будет возможно удобно вот именно такую вот вещь. Но, опять же, складывается из того, что мы потратили деньги, которые, ну, выиграли тендер, образовательный тендер Министерства образования, в который как раз вот и включали программу Электюд, чтобы можно было электронные ресурсы использовать в процессе обучения студентов. По данной программе у меня прошли курс обучения 5 групп. Это как раз одна из выпускных групп всего этого года. Они как раз должны сдавать демонстрационный экзамен. По какой системе будет проходить демонстрационный экзамен, мы до сих пор не знаем. В связи с эпидемией COVID-19 мы как бы сходимся, нам удобно по Электюд, но Министерство образования нам навстречу пока не идет. То есть мы предлагаем варианты того, что эта программа позволяет провести, проконтролировать знания студентов, позволяет, позволяет именно согласовать с Министерством программу демонстрационного экзамена. Она также, возможно, модульна по узлам. У нас в этом году всего лишь три модуля, в отличие от прошлого года было шесть модулей в прошлом году. В этом году три модуля всего лишь участвуют в отборе в экзамене. И студенты тратят меньше времени на выполнение их заданий. То есть на одного студента всего лишь три модуля, три задания надо выполнять. И мы программно можем определить именно все, что связано с этими модулями. Мы можем подобрать в Электюде. Даже можем скорректировать, средактировать то, как нам надо и под какой автомобиль, под конкретную систему. Вот, ну, по крайней мере, у меня такая информация. Илья, спасибо. Самый главный вопрос, который и был заявлен сегодня в теме Андрея. Эффективность. Это то же самое спрашивает и Анна Климашова о результатах. То есть вы затраты понесли. А результаты можете ли вы сравнить то, что вы делали до коронавируса, до эпидемии, до пандемии? Что было раньше и что стало сейчас благодаря Электюде? Я понял, Юрий. Смотрите. Самый главный вопрос. Самый главный вопрос как раз вот в эффективности, в активности самих студентов, учащихся, которые должны заниматься. То есть знание тех, кого мы должны проверять. По эффективности программа, ну, скажем так, их не сильно обязывает. С какой стороны нету, скажем так, большого брата в виде преподавателя, который давлеет своим авторитетом. Есть программа, которая, в принципе, как Андрей говорит, это геймплей, игровой момент, к которому они уже привыкли. Это сегодняшнее поколение, и мы от этого никуда уже не уйдем. Смартфонизация вот эта вот, это для нас с вами, для нашего поколения, это источник информации. А для них это проказа. Они сначала видят веселые картинки, а потом уже со временем, может быть, поймут, что это информация, и она должна быть полезной. На сегодняшний день это для них очень легко доступный, скажем так, видеообозреватель в кармане, когда они могут им пользоваться бесконтрольно. Мы, взрослые, не можем всегда контролировать, каждый раз контролировать мы их не можем. И поэтому здесь мы можем использовать программу и, скажем так, онлайн контролировать в реальном времени процесс усвоения материала студентам. Персонально каждым студентам. Главное лицо студент здесь получил прирост, да? Да. Мало того, что мы его можем поправить, это при личном контакте, либо на электронную почту, либо на телефонный звонок, увести это, либо по WhatsApp, либо еще как-то. То есть при личном контакте мы можем ему поправить, сказать, ты вот здесь вот, мало того, он сам видит, индикация прогресса в программе доступна для студента. Он может сам видеть, правильно он сделал, неправильно он сделал, как активно он правильно делает, насколько у него идет усвоение материала, насколько у него происходит практическое применение. Вот, Андрей, не сказал, я, может быть, ускорю этот момент. В данной программе есть симулятор. Симулятор работы с автомобилем. Да, он виртуальный, но, по крайней мере, подкапотное пространство, моторный отсек и инструмент, который используется при именно диагностических работах с электрооборудованием системы управления двигателя, они позволяют правильно все использовать, по-другому никак. Вот, да, кстати, Андрей как раз выделил вот этот момент. Вот смотрите, Андрей, можно чуть ниже? В данном случае... Да, вот неисправно проводка возникает, сопротивление заземления и датчика частоты вращения. И датчика температуры. То есть, вот это вот подкапотное пространство, ну, скажем так, утрированное исполнение комбинации приборов с педалью газа, интерактивное. И система диагностики, система управления двигателем. Все приборы, осциллограф, мультиметр, возможность подключения блока управления, коммутационный блок. Отлично. То есть, человек, который, в принципе, знает основы, работает с приборами, с материалом, с запчастями. Да, здесь нет такой возможности, как, допустим, открутить гайку или еще, или закрутить гайку, да? Но она здесь и не нужна. Здесь диагностическое оборудование и именно поиск неисправности в электрооборудовании системы управления двигателем. Андрей нам обещает, что механика с болтами и гаечками будет в следующей версии программы. Хорошая анимация. Тут можно хорошо имитировать и чувствовать физику. Да, да. Логика в действиях должна быть обязательно. Самое интересное то, что преподаватель по всем действиям, результатам работы студента в этом симуляторе, видит, правильно ли студент последовательно выполнял свою работу по этому заданию или по какому-то другому. О, супер. Андрей, а я этого не видел. Это классная штука. Физика и логика. Простите, Илья, а кто вы по должности? Я мастер производственного обучения. То есть вы тот, который стоял все время на ногах возле этого оборудования. Вокруг вас стояли вот эти ваши студенты. Кто-то понял, кто-то не понял. Время закончилось, звонок, занятие закончилось и все. Правильно? Да, да. А тут он сосредоточен только на своей задаче. Да, и за спиной никто не стоит. И он один на один с компьютером, один на один с задачей. И задачу надо решить. Да и головой туда, в этот подкапот, залезет немного людей, что вы там руками делаете. Правильно? Ну да, это... А это целая группа, 25 человек. Все правильно, все правильно. И они ничего не увидят. А здесь каждый увидит. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, не уходите. Владимир Сизов из Краснодара. Какой-то колледж КМСК пишет. Видите, Андрей, вопросы? Прочитайте, пожалуйста, покомментируйте. Так, мы уже третий раз попадаем на бесплатную раздачу программы. Готовили около ста студентов. Студентам нравится. Участвовали в прошлом году в соревнованиях в МАДИ. Да, мы проводили. Мы проводили... У нас есть такой проект. Это сервис-мастер-джуниор. Значит, участвовали в прошлом году в Московском автомобильном дорожном институте в соревнованиях. Минобразование не желает покупать эту программу. Предлагают нашу отечественную академию медиа. Так, ну это скорее не вопрос, это скорее всего комментарий. На самом деле я скажу так. С Министерством образования, высшего образования и науки, с Министерством просвещения мы письма соответствующие написали. От Министерства обрнауки получили ответ. Систему должны рекомендовать для профильных технических вузов, по крайней мере, обещали так. Ждем официальный уже ответ от них. Насчет Минпросвещения, коллеги, пока есть проблема, мы не можем дозвониться уже на протяжении месяца до ответственного лица, которого назначили от Минпросвещения. Письмо написано, есть резолюция, как бы пока ответа не получили, поэтому не могу сказать, в чем препятствие или так далее. На самом деле здесь намного все проще. Ну, есть уже учреждения, их немало, которые дали обоснования. Вот у нас Сургутский политехнический колледж сейчас приобретает систему уже который раз. Вот, к примеру, Илья Урюпин, то же самое смогли дать обоснования и так далее. Здесь надо разбираться, в каких причинах. Если вы нам будете подсказывать, что есть трудности с министерством, с каким-то, это вашим внутренним, имеется в виду региональным, либо там где-то выше, вы нам подсказываете, мы будем пытаться находить концы, в связи с чем идет такое препятствие. Потому что на сегодняшний день система экономически обоснована, она эффективна, и она на сегодняшний день позволяет выполнить вот эту, скажем так, ту подготовку, которая сейчас, к сожалению, в силу невозможности быстрого расширения учебно-материальной базы, осуществить подготовку ребят. Кроме того, эта система на сегодняшний день, ну, скажем так, у нас отрыв очень колоссальный идет от, скажем так, тех технологий, которые применяются в тех же самых западных странах. Система позволяет вот этот разрыв, вот этот отрыв сократить. И есть возможность у преподавателей давать на сегодняшний день профессиональные, классные, современные знания, есть инструмент, который позволяет это сделать. Поэтому причин отказать нету, надо просто разобраться, в чем загвоздка. Может быть, у них рабочие телефоны сейчас не отвечают, они на работе не сидят. Вполне возможно. Коллеги, Андрей, у меня возникла идея вот сейчас дать независимую профессиональную оценку, экспертизу и от имени Союза профессионалов дистанционного обучения на основе нашей вот этой встречи, дать положительное заключение и рекомендовать образовательным организациям, ВУЗам, СУЗам эту платформу как соответствующую мировым стандартам и качества, и эффективности. Что вы скажете, коллеги? Что скажете вы, Андрей? Согласны? Ну, я могу поблагодарить лишь, конечно, любая положительная оценка для нас, особенно если это не просто как бы слова воздуха, это действительно опробировано. Вот я знаю, как Союз в лице Юрия отнесся серьезно, насколько дотошно нам задавали вопросы, проверяли систему и так далее. Вот, ну, здесь, естественно, все эти положительные, это все очень положительное и очень важно для нас. Обратная связь любая для нас, это только плюсы. Коллеги, а вы поддерживаете мое предложение? Ну, Рюпинск должен две руки поднять. Спасибо. Спасибо Рюпинску и Елене Щербаковой. Да, вот и Владимир... Будем ждать, чтобы такое было в строительстве. Конечно, это прямо моя мечта. Да, что очень материально затратные отрасли, конечно, надо переводить. Я, конечно, сама была против, допустим, анимации лет 10 тому назад, а сейчас понимаю, что то поколение, которое выросло и представляет доминую печь в виде коробочки из-под обуви, пускай оно хотя бы вот в этом масштабе, в этом разберется. Потому что, когда оно уже видит все в натуральном виде, наверное, оно тоже разберется. Просто будет масштаб немножко другой. Елена, у меня к вам небольшое уточнение. Вы можете уже на сегодняшний день использовать Электюд. Дело в том, что там есть базовые знания. Вот как раз физика металла. Есть и резьбовые соединения, и размерные соединения. Там есть именно базовый модуль, если вот Андрей знает, о чем я говорю. Именно вот базовый модуль, там есть инструмент, вкладка. И вот вы как раз, Елена, можете своим студентам давать эту, вот чисто начать хотя бы с этого. Там очень подробная... Да, да, да. Там очень все подробно. Нет, я сама чисто веду ПГС, промышленное гражданское строительство. Но как профиль механизации строительного производства, я думаю, конечно, вот здесь вот надо. Вот те институты, которые проводят профиль механизации строительного производства. Я думаю, там, как вот автомобильный транспорт, грузовой транспорт. Ну, я думаю, там лебедки все тоже у вас представлены, да, подъемники, наверное, это тоже применимо к этому. Вот там, конечно, это да, это прям в холок надо брать и идти дальше. Да, мы еще в гидравлике сейчас ведутся разработки активные, в гидравлике, в пневматике тоже то, что очень сейчас востребовано, особенно в грузовой технике, в спецтехнике, сейчас тоже в этом направлении ведутся работы. Это все тоже можно применять спокойно в строительной сфере. То есть как класть кирпич, да, условно говоря, или как возводить мосты, не планируется. Система не предназначена, у нас узкая специализация, это техническая среда, транспорт и так далее, да. Техническая транспорт, механизация, то есть. Да, 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 да. Потому что многие говорят, а когда там будет высшая математика, когда там будет этот русский язык и так далее. Нет, наша система на этом не профилизируется. Все представители в мире, они не заинтересованы вот в этих направлениях. Это есть организации, которые занимаются этим направлением. Мы вот именно инженерное, то, что связано с инжинирингом, с работой систем узлов, электроника, датчики. Мы далеко перспективно смотрим в направлении этих беспилотных летательных аппаратов, в обслуживании, в ремонте. Смотрим глубоко в направлении вот этих вот, скажем так, шаттлов. То есть это уже космические аппараты. Поэтому вот в этом направлении мы развиваемся. А сочувствуем Елене с ее ПГС. Я буду надеяться, что да. Не, ну как образовательный модуль. Конечно, вот надо подобным системам все это вот как бы рассмотреть и по возможности у себя также сделать. Как аналог. Конечно, это просто замечательно. Я думаю, что, конечно, за этим будущее. Вот Анна Братлиталургов спрашивает, да еще пророссийский. Андрей уже ответил. Часть не приходилось еще. Да, пока не приходилось. Мы пока в основном сосредоточены на профильных образовательных учреждениях в автотематике. И вот были касания с, скажем так, отраслями авиа и ЖД. Ну, тема была заявлена, инженерно-техническая подготовка с применением онлайн именно в сфере транспорта, ремонта, эксплуатации. А все охватить, все инженерное направление, конечно, охватить, наверное, было бы неправо. Еще вот такая вот маленькая подсказочка, может быть, и для Андрея. А вот все вот эти вот школы, которые учат, как водить машину. Вот этот минимальный модуль, что внутренность машины хотя бы для блондинки. Вот на этом уровне рассмотреть. Классный вопрос, Елена. Может быть, да, может быть, что-то такое. Кстати, хорошая тема для домохозяек, да. Вы зацепили, коллеги, вы зацепили настолько вот мою личную больную тему, вот просто колоссальную. Вы не поверите, когда мы только заходили вообще на рынок, первое, куда мы ломанулись, это как раз в школы, автошколы. Потому что мы знаем проблему автовладельцев. Мы понимаем проблему сферы обслуживания, когда нет коммуникации, нет понимания и так далее. То есть мы хотели вернуться к той эпохе, прекрасной эпохе, когда готовились шоферов, а не наездников, которые крутят баранку. То есть водитель, который хотя бы на дороге первично может себе оказать помощь. Для этого он должен хоть что-то знать, а не в рамках этих 8-10 часов какого-то устройства на чем-то и так далее. Мы ломанулись туда. Что нам было сказано, причем тотально, 95% вот этих автошкол. Вы знаете, наша задача, чтобы они сдали ПДД. Я говорю, ну это хорошо, знать правила надо, но еще же есть автомобиль, который надо правильно эксплуатировать. Было очень много нареканий, мы не можем, мы не хотим и так далее. Это все нас привело к госавтоинспекции. Организовали встречу с госавтоинспекцией, показали, все замечательно. Но, вы знаете, нам главное, чтобы водители соблюдали ПДД. То есть мы опять возвращаемся к правилам дорожного движения. У нас не выдержали нервы. У нас не выдержали нервы. И мы в этом году психанули, я вам сейчас покажу, потому что это действительно так. Мы были вынуждены, мы не хотели лезть в эту сферу, но мы были вынуждены в это влезть. И мы интегрировали, то есть еще пока ведутся работы активно, мы интегрировали правила дорожного движения в систему Электюд. Я сейчас покажу пример. То есть у нас сейчас активно ведется работа над белорусскими правилами дорожного движения и параллельно адаптируем вместе с Российской Федерацией. Я сейчас покажу вот на примере. Все есть, все главы, изюминкой какой будет. У нас еще здесь будут приложения мощные касаемо медицинской помощи. Первое, потому что это тоже, как оказалось, большая проблема. Водители просто не знают. Водители не знают. Не боятся на птичку заглядывать даже. Абсолютно верное предназначение. Соответственно, у нас здесь будет сделан упор на юридические аспекты. То есть, грубо говоря, какие взаимоотношения, правила, трудности и так далее. То есть мы тут в данной ситуации, мы сейчас реализуем всякие творческие мысли. Где-то графика профессиональная, графическая имеется в виду, реальности. А где-то мы взяли просто анимацию детскую, мультяшную, для того, чтобы вовлечь в процесс и молодежь. Потому что мы прекрасно понимаем, что УПК не умерло, оно есть еще где-то. И ребятам, детям в возрасте 9-10 класс уже можно давать и ПДД в комплексе с устройством автомобиля, транспорта и так далее. Поэтому, соответственно, мы интегрируем, интегрировали учебное содержание. И сейчас занимаемся разработкой вот этой геймификации, интерактивности учебного содержания материала. Поэтому это как бы такой финальный гол, финальный гол для того, чтобы притискать, ребята, давайте мы организуем. Потому что есть инвалиды, которые, к сожалению, не могут, они могут водить транспортное средство, но они не могут посещать эти автошколы. Есть прекрасный пример, это Испания, в которой перешли на дистанционные формы обучения правилам дорожного движения. И эффективность, то есть качество знаний водителей выросло в разы за счет того, что люди начали сами заниматься, изучать этот материал. То есть практика остается только очная, где уже учат вождению, эксплуатацию машины. Но правила дорожного движения и устройства изучаются удаленно. Вот мы к этому направлению двигаемся, очень скоро, очень скоро это завершится и будет возможность уже образовательным учреждениям, которые используют систему Электьюд, и у которых есть свои автошколы, уже можно будет интегрировать туда и вот этот модуль и правил дорожного движения. Я надеюсь, что... И плюс еще большой класс блондинок. Абсолютно верно, очень легко, анимировано, доступно, понятно, потому что, честно признаюсь, у нас разрабатывают девочки. Активно именно правила дорожного движения. Некоторые сейчас учатся в автошколе. Соответственно, они, исходя из своих замечаний и непониманий, дополняют перечень вопросов. То есть то, с чем они столкнулись в ходе изучения материала. Поэтому, да, мы делаем так, чтобы было понятно всем, начиная от школьника, заканчивая, ну, скажем так, некоторым женского пола дамам, которые, ну, хотя бы надо приблизительно понятно понимать, как это работает, доступно, да? Андрей, ждем коммерческого предложения и выхода на рынок. Будет готово. Я думаю, Юрий, что мы с Союзом профи проведем даже апробацию правил дорожного движения, чтобы уже конкретно вы дали отмашку, что круто подходит, работает, можно внедрять. Правильно, мы часто проводим такое нагрузочное тестирование, щупаем, смотрим и потом уже только даем какие-то рекомендации. Сергей Мозилкин спрашивает тот вопрос, на который вы уже, кажется, отмечали. Нет, на самом деле, я знаю, почему Сергей, Сергей, это Гомельский государственный дорожностроительный колледж Республика Беларусь, вот, они тоже очень активно сейчас используют систему, вот сейчас обоснования как раз проводятся по закупке. Сереж, нет, мы не в конструкторе разрабатываем, мы разрабатываем, у нас порядка восьми инструментов, мы в конструктор интегрируем, то есть при помощи конструктора мы занимаемся интеграцией содержания, вопросов и анимацией. Но анимацию мы всю разрабатываем не на базе Electude, то есть мы не используем готовые модули Electude, мы разрабатываем свои. Готовую анимацию Electude мы не используем. Кстати, а как за рубежом, то есть в Беларуси, министерство относится к вашим разработкам? Вы знаете, несмотря на то, что в Беларуси система быстрее попала, чем в Российскую Федерацию, и фора была порядка семи месяцев, вот, в Республике Беларусь сейчас в Министерстве образования ведется апробация, то есть ведущий вуз, университет, Белорусский национально-технический университет, вот, собственно, завтра уже будет с деканом ведущего факультета в стране встреча по этому поводу, а не дал ли положительный отзыв по требованию министерства о том, возможно ли адаптация программы обучения под ГОС и внедрение. Соответственно, ну, диалог есть, проблемы тоже существуют, но диалог открыт, есть, и здесь уже, скажем так, более гибкие взаимоотношения. То есть то быстрее, то ли Россия, то ли Беларусь, да? Ну, честно говоря, я думаю, что более эффективно будет, наверное, со стороны Российской Федерации, потому что все-таки, скажем так, масштабы и то же самое машиностроение, автомобилестроение, конечно, в России намного сильнее развито, вот. В Беларуси есть просто инициативная группа преподавателей, которые четко понимают проблематику, и они вот как раз-таки и занимаются тем, что повышают качество с использованием системы. В России, конечно, таких преподавателей больше, а значит, и процессы быстрее двигаются. Ну, я понял, спасибо, спасибо. Ну, вот один из них, это как раз Илья Урюпин, спасибо ему. Что он так рано встал, у меня вот четыре дня, ну, сейчас уже не четыре, а пять часов, шесть часов, а у него, наверное, там раненько утром. Уже ночь, ночь, ночь. А, ночь наоборот, да? Илья Урюпин, надо брать Этой Мерс и Илью Урюпин. Это уже... Нет, у нас сейчас полдевятого вечера. Спасибо всем, дорогие коллеги, вопросов больше я не вижу. Наверное, будем подводить итог. Дорогие коллеги, мы сегодня, наверное, все убедились, что доклад был честный. Да, это коммерческий проект, но Андрей и риски показал, и дефициты. Да, это стоит денег, но он правильно, на мой взгляд, сделал экономическое сравнение в пользу этого инструмента. У меня еще был вопрос к Илье, наверное, все-таки его задам не только Илье, а и всем вам. На мой взгляд, в онлайн-обучении или в дистанционном обучении 90% обучения сосредоточено на самостоятельной работе студента. А 10% дорогого времени, дорогого преподавателя должно уходить на живое взаимодействие в том же Zoom, где разбираются ошибки, появляются какие-то эмоции, какие-то реакции. И вот здесь анализируются типовые ошибки, причины, показ, почему не получается. Я, возможно, заблуждаюсь, но в реальности я вижу совершенно противоположную ситуацию. 90% занятий в онлайн проходят синхронно, все встречаются в одно и то же время, в семье один компьютер на всех не хватает, и получается некачественно. Вы видите, сколько много жалоб, кстати, это не только в России происходит, но и в Турции, и в Германии, я внимательно слежу. И мне кажется, не знаю, что вы думаете, но преподаватель должен готовиться выполнять свою учебную работу, а не создавать эти ролики, презентации, схемы, записывать, монтировать, размещать, отчитываться за это. Это тоже хорошая отчетность, это прекрасная отчетность, как обучаются мои студенты. Вы, конечно, можете поспорить и не согласиться об этих процентах, но судя по тому, что я услышал от Ильи, преподаватель, он меняет свою роль. Вместо читателя, который читает, рассказывает, он превращается в руководителя процесса обучением, наставником настоящим. В зуме можно только 30 минут, ну, на самом деле, 40, и действительно, пару за 30. Это в бесплатном, если пишет Владимир, действительно. Я вот использую смешанное обучение, немножко тоже поделюсь, я его использую для того, чтобы, когда я прихожу на расписание на пары, я встречаю подготовленную аудиторию, где и отличники меня принимают, и отстающие, которые, может, болели и так далее, они все приходят подготовленные. Я им рассказываю из своего опыта, из того, что нет в учебнике, какие-то новые моменты, более сложные, более драматичные, которые действительно важны, а все остальное, базовое, минимальное, они изучали до встречи со мной, это перевернутое, смешанное. И вот сегодняшний пример, как раз очень хорошо этот перевернутый момент показывает, когда все выравниваются на какой-то минимум, с которым можно работать и идти дальше. Санфин запрещает, тем более, санфин запрещает более 30 минут, нам подсказывает Владимир. Проводите занятия, консультирование, разбор ошибок за 20 минут. У вас уже есть вся начинка, вы видите, что делает каждый. Вы можете увидеть, в чем они чаще всего спокрикаются. И для себя сделать вывод, на это обратить внимание дополнительно. Большое вам спасибо. Если у вас в заключении есть какие-то предложения дополнительные, какие-то жалобы, пожелания, пожалуйста, говорите, пишите. Но наше время заканчивается, и я попрошу вас написать все, что вы думаете в чате. Все, что думаете о нас, об Андрее, об опыте Ильи. Не из Урюпинска, а из Красноярска. У него уже потемнело лицо от того, что солнце село. И заключительное слово, пока вы пишете ваше мнение и отзывы, я хочу нашему докладчику подоставить. Пожалуйста, Андрее. Да, коллеги, большое спасибо вам за ваше время. На самом деле это очень драгоценно. И на сегодняшний день, к сожалению, наша сфера, вот мы проводили сравнительный анализ. Если в сфере автомобильной тематики количество специалистов квалифицированных снижается, в сфере образования снижается количество преподавателей. Но если говорить про еще автотематику, транспортные технологии и преподавателей, то это вообще вымирающий вид мамонты. Соответственно, сейчас очень тяжело преподавателям, вот скажем так, не имея инструментария для организации процессов, дать качественно, эффективно, мощно вот это обучение. Поэтому, естественно, молодежь снижает вот этот интерес в отрасли. Вот те преподаватели, которые участвуют в подобных мероприятиях, по ночам, то же самое, развиваются. Вам просто творческой инициативой не терять хватку. Очень много впереди интересного, мощного. Давайте развиваться, давайте вместе друг другу помогать. И успехов вам в том, чтобы ваши учащиеся всегда были заинтересованы в ваших знаниях. Спасибо, Андрей. Спасибо, коллеги. Мы тут еще находимся, побудем в эфире, пока вы еще пишите. К сожалению, я не услышал, что думает о нас Евгений Рошап. Может быть, он что-то от нас скрывает свое истинное мнение. Я хотел бы услышать. Скрывать-то нам нечего. Просто мы немножко подключились и столкнулись с проблемой с другого совершенно конца. Подготовка студентов, профессионалов – это очень хорошо. Реальность, в которой мы оказываемся в области обслуживания транспортных средств уже живых, она немножко отличается от планов. И мы сталкиваемся с тем, что в эту сферу обслуживания, ремонта, где люди как бы должны использовать эти знания, практику и навыки, которые они получают в учебных заведениях, их попадает где-то меньше 2% на непосредственно работу. Это одна ступенька. Следующая ступенька, к сожалению, с которой мы реально сталкиваемся в реальной жизни по той же теме обслуживания транспортных средств, заключается в том, что очень низкий уровень тех, кто работает. Это вроде бы связанные вещи, потому что те, кто учился, они не попадают на работу, а в реальной работе оказываются совершенно те, кто не то что не учился, а он даже понятия не имеет об основах. И как бы набившие оскомину такие примеры, что электрики, которые пытаются настроить электронные системы двигателя и в некоторых очень узких случаях преуспевают, они не то чтобы не знают, но недавно забыли, что есть закономы и прочие закономерности. То же самое можно сказать не о таких высоких как бы материях электричества, а чисто механические работы, связанные с обслуживанием транспортных средств. Сталкиваемся с тем, что подавляющее большинство механиков, к сожалению, выполняют работы механически и так, грубо говоря, не понимая, что они делают. А понимать им это мешает отсутствие полной знаний. Эти знания, они как бы вытекают из голов. И поэтому есть огромная необходимость эти знания постоянно не только пополнять, а обновлять. И практика вот нашей коллегии в России и Белоруссии, когда начали это использовать, они столкнулись с тем, что владельцы этого как бы сферы, это обслуживание, они вот с удивлением обнаружили вот эти вот явления, что навороченные механики, спецы, они не знают основ. Поэтому от них ожидать, что они будут квалифицированно выполнять свою работу, то есть для потребляющего большинства населения, которое бы хотело иметь хорошие автомобили, вдруг появляется такой результат, что эти спецы, они гробят, грубо говоря, то, что есть какие автомобили. В результате возникает массовое недовольство взаимное. Человек владеет автомобилем, ему негде этот автомобиль починить. Тот, кто чинит, он сталкивается с, мягко говоря, недовольством владельца автомобиля. Что я вроде пользовался автомобилем, приехал к вам на обслуживание, после этого автомобиль начал там хрюкать, чихать и не едет. И вот у нас мы как бы на основании вот этой реальности мы приходим к выводу, что надо поддерживать эти предприятия, службы автосервиса в конкретном случае, с тем, чтобы создавать им разные виды поддержки, но при одном условии, что они обеспечивают своим сотрудникам возможность и даже принудительную повышать свой уровень. И тут есть третья сторона этого процесса. Казалось бы, что проще, послать этого сотрудника на курсы, на дополнительное обучение. И вот тут огромная проблема. Работать будет некому, если они будут послать учиться даже на два дня, на три дня. И вот здесь просто, ну как бы, такое, ну очень выгодное решение иметь доступ к системе обучения онлайн. Евгений, скажите, пожалуйста, я вот смотрю этих механиков и молодых, и опытных, они как работают? Что не понимают? Посмотрел в Ютюбе ролик, этих роликов по ремонту автомобилей полно. Ну, делятся опытом, сейчас это модно. А вы говорите, что это не то, без знания базовых основ, в которых нет в Ютюбе, да? Вы говорите, что эти ролики и вот такая практика ремонта машин, она порочна, да? Ну, тут как бы ситуация, она очевидная. Ютюб и вообще интернет, я извиняюсь за сравнение, можно сравнить с огромной кучей дерьма. И в этой куче всегда можно найти какое-нибудь зернышко, но не гарантирует. То, что вымазаешься, это 100%. А найдешь, что-нибудь полезное или не найдешь, вряд ли. Особенно в последнее время, когда стало очень модно, закрутил ролик и поместил видеокакой-то блок в интернете. И смотришь, очень масса огромных теоретиков, которые доводят до слушателей секреты мирового производства пакостных автомобилей, угробистых и так далее. Зачем этот узел поставили, зачем этот? И, кстати, нормальные ребята, головастые, они понимают, что там несут пургу какую-то. А объяснить, что, откуда и почему тут надо уметь что-то делать, ну, невозможно. Нечаянно вот узнаешь, а, ну да, интересно. А в это время развитие идет, и автомобилестроители, эти несчастные вредители, они придумали следующий узел, который предыдущие знания переворачивают, их надо обновлять, обновлять. Ну, раньше была практика вроде устоявшаяся. Приходит человек, кончил школу, ну, хотя бы 8 классов. Стоит рядом с механиками, которые работают несколько лет, что-то нахватался, потом начинает ремонтировать. Две машины сломал, третью уже можно ему доверять более-менее надежно. А за эти две сломанные уже владелец бизнеса должен воспринять как свой риск и восстановить за свой счет. Ну, к сожалению, с начала этого широкого поля прошло уже 30 лет, а, к сожалению, система осталась примерно та же. Евгений, а вы, простите, кто по должности, чем вы занимаетесь? Я по должности технический консультант. Я технический консультант в коммерческой фирме и, как все в нашей жизни, это основано на коммерческом успехе. Но в нашем случае коммерческий успех, он может быть достигается, если люди понимают, что они делают и что они используют. А, то есть вы не из сферы образования, а из сферы реального производства, точнее, ремонта. Я же сказал, что мы из другого конца стоим. А, вот, это еще интереснее. То есть вы люди, вы фронт. Нам нужны, значит, у нас реально вот в той зоне, где я сижу, у нас практика такая, что первое впечатление, что нет вообще преподавателей, нет образовательных заведений. Но, когда мы вышли на этот уровень, мы с удивлением обнаружили, вот я скажу практику, что есть, то, что было раньше ПТУ, сейчас их называют школы, колледжи и прочее, прочее. Мы с огромным удивлением, я, который закончил высшее образование, получил там, извиняюсь, крест знает когда, и ПТУ всегда в наших глазах было, это что-то такое наравне с ЛТП, ну, неважно. Сейчас мы появились в этом школе механиков и увидели какой там огромный уровень. Высокий. Просто невообразимый уровень. Мы, значит, подходим к владельцам автосервисов независимых, не представителей заводов, а тех, которых большинство, и говорим, что же вы хныкаете, что нет механиков. Поехали, вас приведем в эту школу, вы увидите, что там делается. Мы собираем, приводим их в школу, они видят кучу стендов. Некоторые школы такие шустрые, которые, ну, у нас специфика есть на европейские деньги поддержки. Можно разрабатывать учебные программы. И некоторые школы в этом смысле очень преуспели. Шикарные свои учебные программы, там, включая онлайн-учебники, но главное, огромное количество стендов. И примерно 25-30 человек в группе учатся три года механиками быть, ремонтниками. Но на выходе то же самое. Реально из этих 30 человек один, максимум два идут ремонтировать машину. Все остальным так нравится процесс обучения, что они пошли вверх, высшие учебные заведения становятся менеджерами, а прикрутить колесо и некому. Это очень тяжелый случай, потому что наш, как бы, результат зависит от того, что правильно возьмут запасную часть, правильно отремонтируют и будет доволен и владелец автомобиля, и ремонтник. И, естественно, мы, как поставщик компонентов. В этом пока есть диспропорция. Спасибо, коллеги. У нас уже такая пошла неформальная часть. Если официально, то мы закончили. И просто, как это бывает на конференциях, в кулуарах происходит такое вот свободное обсуждение. Вот мне кажется, Илья что-то хочет добавить к тому, что сказал Евгений. Правильно? Да, я как раз хотел немножечко, может быть, добавить Евгения. В каком плане? Андрей в курсе вообще моей истории, откуда я появился в образовании. Он знает, что я 12 лет отремонтировал автомобили в сервисных центрах. Специфика ремонта у меня была электросистемы автомобиля. Непосредственно успел поработать и с азиатами, и с европейцами за эти 12 лет. И свои автомобили ремонтировал собственными руками. И столкнулся с тем, что на предприятие приходят совершенно неподготовленные люди. Люди, которые не знают, зачем вообще они в ремонте. Случилось удачное предложение, но оно случилось со стороны именно движения WorldSkills. Меня попросили в учебное учреждение, как раз вот где хромала подготовка по электросистему автомобиля, по электрооборудованию. Я решил попробовать. Образование позволяет. Инженер-конструктор закончил и сам учился в технику медоармии. Закончил вычислительную технику, как раз в профиль Андрея, но только низкий уровень обслуживания и эксплуатации вычислительной техники в Красноярске у нас. И закончил автотранспортный факультет Сибирского федерального университета по структуре инженер-конструктора автомобилей трактора строения. Вот с этими базовыми знаниями, с опытом работы с 1995 года в электросистемах и ремонте автомобиля, пришел в учебное учреждение, в котором столкнулся, ну, скажем так, с уровнем студентов, которые приходят учиться на эту специальность. Большинство людей, это категория, кого мама отправила, чтобы он дома не слонялся. Чтобы он дома не слонялся, чтобы он по углам, по дворам не ходил, не собирал всякую ерунду. И да, действительно, как сказал Евгений, чаще всего, вот я еще раз говорю про смартфоны, мальчишки, они падкие на технику, ну, с какой-то стороны. А с другой стороны, они не умеют правильно создавать запрос. Их никто этому не научил. Для того, чтобы, как говорит Евгений, найти ту изюминку, то золотое зерно в Ютьюбе, надо знать. Нужны базовые знания для того, чтобы правильно создать вопрос, то, что ты хочешь узнать. Чаще всего они это не умеют. Наша задача их этому научить. Как правильно формулировать свои мысли. Для этого им нужны учебники, электронные, начальные, по системам автомобиля, по законам физики, по законам природы. Они этого не понимают. Черчение в школу вернуть нужно. Ребятишки до ужаса пользуются линейкой от единицы. Я сам это, когда увидел, я чуть в шоке не был. Я долго, я минут пять, наверное, отходил от того, что мальчик не умеет пользоваться элементарно линейкой. О чем мы с вами можем говорить? О каком высшем образовании? Спасибо. Ну, это мы уже, наверное, вынесем в отдельное заключение. Не просто, что YouTube – это помойка. Я тоже такого же мнения. YouTube – это риск, это враг развития. Это нефундаментальная подготовка. И это отсутствие возможности критически оценивать. То, что мы говорили и говорили про критическое мышление, но никто не знает, как его реализовать в жизни. И вот то, что сегодня мы услышали в докладе, это действительно та точка, та золотая пуля или серебряная, как говорят на Западе, которая решает многие наши вопросы. Коллеги, ну что, наверное, все устали. И мы поблагодарим друг друга за это неформально. Очень интересно, да. Спасибо. К сожалению, Рюпинску, вот я про него буду думать. Буду не спать ночами, переживать за Елену Щербакову. Почему? Ну как же, есть боль, нет решения. Надо искать эту таблетку. Надо искать решение. Нет, мы поговорим еще, поговорим. Мы еще увидимся. Спасибо большое, мужчина, вам всем за такое неравнодушное. Все-таки будущее есть у нашего образования. Есть, есть. Треть-третью минуту есть будущее. Ну что? Какой бы форме оно не было. Спасибо большое. Останавливаю запись. Да. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всем большое спасибо. Вопрос Андрею в анонсе. Говорилось о задании. Андрей, вы здесь? Да, я здесь еще. Так. Так, сейчас, секундочку. А что за задание напомнил? Я сейчас не понял. А, я понял, о чем речь. Это имеется в виду, да. Мы же обещали, что доступы предоставим. Доступы предоставим к системе. Те, которые примут участие в вебинаре в нашем. И, соответственно, те, кто выполнит задание. То есть, у нас же надо было, как это, проверить отметка, да, журнал о том, что если присутствовал на мероприятии, то надо отметочку сделать, чтобы человек был. Соответственно, вопрос следующий. Напишите, пожалуйста, задание. Напишите, какое образовательное учреждение вы представляете и какую систему вы на сегодняшний день используете. Знакомый для организации образовательного учреждения. В комментариях, в группе «Союз профессионалов». То есть, в том паблике, через который происходила регистрация. Мы, соответственно, проверим, посмотрим. И те, которые откликнутся, тем мы предоставим возможность получить доступ к системе. Ну, раз мы это забыли, то у нас есть и все e-mail, кто регистрировался. И мы асинхронно, в отложенном времени, как говорят дистанционщики, им эту рассылочку сделаем. И, соответственно, вот вы реализуете ваше обещание. Да, все верно. Краснодарский. Да, используют уже Электюд. Это Владимир уже пишет, сразу же пишет ответ. КМС как? Какой? Машиностроительный колледж. А, спасибо, спасибо, Владимир Васильевич. Электюд уже используют. Вот так. Я из Сочи, а он из Краснодара. Мы с одного региона. Оказывается, уже ближе всех подошли к великим. Да, но мы идем сюда, наверное, кто предоставляет Краснодарский край. Да. Все верно. Краснодарский и Красноярский. Вот так. И Красноярский. ТТ, это что? Это колледж технологий. Красноярский технику, транспорт и сервис. Транспорт и сервис. Извините, понятно. Вот уже два колледжа. Два наших красных лидера в России. Краснодар и Красноярск. Спасибо. Спасибо. Было все очень хорошо, замечательно. Конечно, у нас еще железнодорожники есть. Хотелось бы мы для них базу ищем. Вот Андрей сказал про электюд, что сама система подразумевает электюд железнодорожников. Тогда можно было бы уже конкретно составить разговор с директором со всем, что давайте и автомобилисты, и железнодорожники, и одна программа, одной программы убиваем двух зайцев. Здесь можно было бы, конечно, составить разговор хороший. Пока нас не понимают, денег много. И на сегодняшний день уже по закупкам сказали, что сокращают такое положение в стране, деньги подбирают, как платить. И в этом году, наверное, закупки полетят как-то под хвост. Вот о чем, о каком дефиците я и говорил сегодня. Дефицит финансовых средств. Да, да. И так-то не давали, а они вообще попали конкретно. Спасибо большое. Здорово. Спасибо. Спасибо. Надо вашему колледжу или техникуму что-то продать, чтобы что-то купить. Да, ну, сочинские уже продали, Анапу продали, колледж уже их нету. Машиностроители потихоньку все сокращается. Такое дело. Ладно, до свидания. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Мы с Андреем еще тут посидим. Дождемся, да, последнего, уходящего, крайнего. Андрей, ну, как вам результат? Ну, хорошие вопросы, замечательные вопросы на самом деле. Ну, проблематика, она видна, да, замученные преподаватели. А вот еще УОО, РИПО... Учреждение образования, Республиканский институт профессионального образования, филиал Гомельский государственный, дорожно-строительный колледж. Это Беларусь, Республика Беларусь. А она что-то делается? Да. Сергей, кстати, Мозилкин один из немногих преподавателей, который еще и разработками занимается. То есть он и 3D-анимацию даже делает, и как раз тоже пытаются внедрять вот в образовательное учреждение у себя. Поэтому вот почему у Сергея такой вопрос возник? В чем разрабатываем? Только или Qt-конструктор используем или нет? Ну, как я понял, в вашем конструкторе можно же брать готовые какие-то фреймы, какие-то ролики, какие-то скрин-сотики. А, кстати, вот эти интерактивные точки, выбери правильный механизм. Пока это не реализовано в системе, но мы об этом знаем. И уже голландцы сделали анонс, что в новой версии будет возможность это делать. Да, мы тоже ждем с нетерпением, потому что функционал очень большой сразу же появляется. Хорошо. Кемеровский профессионально-технический техникум Сергей Казанов. Он еще здесь. Он хочет или просто он заявляет о себе? Он уже имеет этот техникум или Qt-к? Или просто заявляет о себе? Да, по-моему, инвестиционный доступ у ребят открыт. Да, Сергей, слышим вас? Инвестиционный доступ у вас еще нет? Я забыл про него. Какой-то временный, да? Да, Сергей, слышим вас, слышим. Да, у нас доступ есть. Да, бесплатный доступ у нас есть. А насколько он вас удовлетворяет сейчас? Вполне удовлетворяет, в принципе. То есть вы уже в учебном процессе используете, да? Да, да. Мы сейчас заменяем электюдом наши практики и промежуточную аттестацию. Андрей, а мы забыли про... Готовим студентов к итоговой аттестации. Мы предложили. Значит, письмен, Андрей, нам надо вот этот момент тоже устранить. Два момента мы пропустили, но ничего страшного. Про инвестиционный доступ. И в группе тоже. Вы там напишите текст, да? Да, да, да. Ну, у нас есть статья, я думаю, просто ссылочку на статью укажем, где мы как раз про инвестиционный доступ рассказываем. Это международная программа, мы к ней тоже подключены. Инвестируем порядка двух с половиной тысяч евро в каждое образовательное учреждение для того, чтобы оказать содействие на период до июля месяца, оказать содействие в организации дистанционного управляемого обучения. Угу, классно. Да. Вот, хорошо, что они сразу разбежались. Да, напомнили, это важно, это очень важно. Так, а ну-ка я посмотрю, что это за доступ, ссылочка. Да, это вот как раз инвестиционный доступ к системе. Вот наши коллеги, партнеры, в том числе в Российской Федерации, в Казахстане, оказывают содействие и в том числе предоставляют. То есть наши официальные дилеры по системе то же самое оказывают содействие в организации вот этих инвестиционных доступов, поэтому можно обращаться к ним. Они же идут товары, это то, что нужно покупать, да? Где, где, где? На этой странице. Система освещения автомобиля, тормозная. А нет, это примеры. Это примеры, это примеры. Это примеры. Нет, это товары, это то, что можно в каталоге найти еще. В нашем. А, это реклама. Да, да, это реклама. Я вот тоже видел ссылку, но не очень понял ее смысл и забыл спросить. То есть вы бесплатно, всем подряд, да? Нет, только образовательным учреждениям государственным, коммерческие организации, к сожалению, не имеют такой возможности. Только государственные образовательные учреждения в период с апреля месяца по июнь месяц могут получить инвестиции от нашего центра и оборудовать доступ к системе Ликтюд сроком на 3 месяца и 20 ученических доступов. Ну, вот это, что вы говорите, я не вижу в тексте. Смотрите, сейчас вам расскажу, где. Так. Про государственные тут не говорится. Ну, правда, они знают, кто у нас частные колледжи готовят транспорт. Нет, есть коммерческие учебные центры, мы с ними взаимодействуем, работаем. Они в курсе, как бы, проинформированы, да. Они проинформированы. Хорошо. Здорово. Вот это вот социальная поддержка. Ну, конечно, тут и маркетинговый ход, но это большой ход. И вот уже кто-то использует. Хорошо. Так, Диана, Дарья, Ольга, вы нас слышите? Или вы уже ушли? Нет, мы вас слушаем. Вы студентка? Да. Опа, я угадал. Ну, и как вам понравилось вот это все? Да, все нравится, все понятно. А вы связаны с транспортом, с технологиями? Нет, я из сферы культуры. А как вам, как вам, как вас к нам занесло? Мы рады вас видеть, точнее, слышать. Но как вы здесь оказались? Не стесняйтесь, Диана, можете смело признаваться. Это наш сотрудник, это, кстати, это наш сотрудник нашего центра из отдела разработок. Как раз-таки это вот Диана и Дарья у нас участвуют в разработках правил дорожного движения, поэтому они в том числе послушали, куда, вот я думаю, им сейчас как раз наглядно было понятно, какая потребность есть в том проекте, в котором они сейчас участвуют. Понял, понял. А Ольга Молотилова? Ольга Молотилова технический переводчик нашего центра. А, вот что, вот что. Думаю, откуда тут девочки. Хотя я видел, когда и фрезеровщицы есть, и токарные, фрезеровочные тоже. Это, кстати, вот, это, кстати, команда, как раз наша молодая команда, которая сейчас очень активна, они как раз вот проблематику сейчас изучают плотно, вот эти коммуникации, мероприятия, то есть, ну, ребята понимают, вот это, кстати, действующие, есть действующие студенты, есть уже выпускники, которые вот по-свежему сейчас могут сравнить, вот в таких мероприятиях могут сравнить, как у них проходил процесс обучения, и насколько он изменился для студентов тех учреждений, которые используют как раз систему. Поэтому вот. Да. Ну, все, теперь все выяснили. Да. Даже выяснили то, что не выяснили. Хорошо. Это основное время. Все, тогда будем завершать наше мероприятие. Да, давайте отдохнем. Отключаемся. Да. Отключаемся. Всего доброго. До свидания. Все, всем пока-пока. Спасибо, что присутствовали с нами. До свидания. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!